больничка большое спасибо за донат я тоже видел ролик в рекомендациях мне было интересно посмотреть и поэтому отдельно дополнительно еще более большое спасибо за донат что просто как бы мне дают деньги за то что я и так хотел бы посмотреть реально интересно мнение каллигана на эту тему то есть что такое вкус что такое дерьмовый вкус что он об этом думает может быть он ну как бы как то по-другому чем я об этом думает или как-то смог это сформулировать лучше чем чем то что я делаю обычно это гамма просто чё это почему-то принято считать что те люди которые слушают вот это у них вкус лучше чем люди слушающие с чего бы вообще запросто может быть что нифига подобного не обязательно совершенно не обязательно смотря как слушать то есть типа если типа человек с очень хорошим вкусом может слушать инстасамку тоже но допустим с точки зрения он будет просто наслаждаться не теми вещами которыми наслаждается бывало потому что он замечает нюансы которых бывало не замечает например очень какой-нибудь высоко профессиональный битмейкер или там звукорежиссер или еще кто-то он будет скажем слушать слушать эту песню с точки зрения просто прикола от сонграйтинга такого примитивными методами созданного хита от решений в аранжировки вот это все ну это типа явно человек который скажем в таком контексте эту песню слушает это человек с плохим вкусом то есть здесь еще вот как бы это странно сейчас не звучало то что я скажу но вот сейчас у меня уже от этой мысли каллигана такой вот как инсайтик в голове появился озарение что возможно вкус определяется не сам не самими песнями которые человек слушает а скорее восприятием этого человека и способностью этого человека к серьезному восприятию и пониманию этого то есть самим человеком короче определяется вот это довольно странно но это как будто так и есть вот это и как бы ну инста самка вот я вам говорю как человек с очень серьезной наслушанностью и кстати на слушанность тоже количество просто диапазон на слушанности это тоже критерий хорошего музыкального вкуса серьезного гейстав спасибо тирам при этом люди с люди могут быть с хорошим музыкальным вкусом оба которым абсолютно не нравится музыкальный вкус друг друга такое тоже достаточно часто бывает и я могу вам сказать что на мой вкус на мой вкус как человека весьма наслушанного весьма экспертного в музыке именно с точки зрения ее создания просто абсолютно с разных позиций потому что типа как вы знаете я мульти инструменталист я вокалом чуть-чуть занимаюсь это умеешь ари тоже немножко и звукорежиссура и как минимум азы какие-то я всего похватал где-то хорошо и глубоко где-то более поверхностно но в целом вот именно с очень разных позиций я могу просто воспринять даже музыку как продукт или как произведение или еще что-то я вам хочу и к чему это вся подводка к чему я это все говорю инстасамка круче чем вот это говно от чайковского на мой взгляд уже чем чайковский вот сегодня про это и поговорим перед началом напомню что у меня своя музыкальная онлайн-школа поэтому если вы хотите научиться пить мне наверное надо было сперва это сказать дерзко а потом вот эту подводку делать ну ладно уж насрать буду думать над своим повествованием отдельно играть на гитаре улучшаться каждый раз они на сочинять на музыку выпускать монетизировать чё да 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 это все здорово шинста самку так вот смотри если ты слушаешь инста самку и не слушаешь чайковского то у тебя в целом не возникнет вопрос такой и такое суждение в голове да вообще в целом не возникнет суждение слова суждение слишком сложное чтобы возникло в голове человека который слушает инста самку на надеюсь вы не запутались не обязательно я могу тоже послушать эту песню и слово суждение в голове у меня прекрасно возникает короче если ты слушаешь инста самку то ты вряд ли будешь думать что но вряд ли он не говорит что это обязательно так это скорее так так думают люди которые как раз слушают чайковского которые уходят на оперу на балет на какие-то культурные мероприятия и так далее его ну да 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 думают что они причастны к высокому искусству по факту будучи просто кривозубыми крестьянами ничего не понимающими вопрос так может быть проблема в тех людях которые ну которые видят проблему может быть это у них там какие-то проблемы тем более это не так много людей вот мы я дамы с тобой все основная масса людей слушает инста самку слушают короля и шута да я поставил в один ряд короля и шута инста самка ну одинаково говно согласен да но типа у короля и шута мне если честно прям совсем не интересно слушать их потому что у них подрезать нечего у них нет каких-то классных решений вообще в принципе у инста самки это ужасное говнище это просто как бы это так плохо но с точки зрения сука некоторых вещей так грамотно просто сделано такое ну типа у нее вот есть отвратительные но гениальные решения с точки зрения просто вообще построение композиции я абсолютно без шуток это говорю у чайковского вот это вот сидеть гамму гонять ну типа блин что лучше супер крутой качающий риф такой там 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 или вот сраная гамма ну типа соль мажорная гамма и мимим минорная гамма обосраться гениальный чайковский невероятно интересный композитор и так далее и причем если слушать у него более мало более малоизвестные ну короче менее широко известные произведения у меня была где-то реакция то есть типа как раз мне кто-то скинул типа зацени вот там какая какая-то там 10 симфония хотя он всего 16 написал да там помните как в том приколе так это же говно реально то есть это вот чисто слышно что это санграйтер там не знаю композиционно по выбору нот выбор последовательности нот у него отсутствует оригинальность и отсутствует просто интересные решения в аранжировке у чайковского то есть возможно что-то из того что он сделал крутое ну это классное произведение но у чайковского я абсолютно вам это стопроцентно уверенно говорю у чайковского есть очень дерьмовые произведения очень говяные какие-то абсолютно унылые убогие ходы которые гораздо хуже скучнее не то что даже устарели ну вообще просто не были интересными даже когда они были созданы чем инста самка абсолютно вам так и говорю сейчас объясню почему базарю просто там дизлайк поставить зуб даю отвечаю ведь но потом уберете некоторые люди считают что у них вкус лучше именно лучше чем у других но в самом слове вкус как я думаю в самом слове лучше уже есть загводка то есть как можно ну типа просто не совсем правильное слово лучше я думаю тут правильное слово как будто глубже я не знаю что такое но суть в том что углубиться ты можешь в разное направление то есть есть люди которые не понимают музыку которую я слушаю но при этом у них очень хороший музыкальный вкус просто в другом углубленный в другое направление если человек глубоко копает значит у него музыкальный вкус хороший если он хавает дерьмо с поверхностей и при этом даже не понимает причины ну короче не отличает скучное от интересного совсем не отличает примитивные ходы от незаурядных не отличает хорошие там скажем вот понимаете есть даже разные восприятия не восприятия извините за такую сложную формулировку но типа с одной стороны даже инстасамку можно слушать вдумчиво а можно слушать просто как говно которое типа потому что одноклассники слушают это с одной стороны но с другой стороны для того чтобы слушать инстасамку вдумчиво нужно послушать очень много разной музыки то есть иметь наслушанность и при этом не не просто разные как собачка которая в будке сидит и мимо нее машины проезжают как фред говорит мухтар да то есть что и разная музыка разного говна послушать там ну до которого не надо докопаться и разобраться это много ума не надо таких меломанов любой десятый б зайди там у тебя каждая девка это вот я меломан я разное слушаю разное в скобочках сегодня не лето завтра манескин послезавтра там то есть что-то просто что популярно на поверхности до чего не нужно просто дойти докопать чтобы вообще понимать что разное это именно ты глубоко и тщательно вдумчиво вообще как будто сами сами под ну направление жанров и влияние их друг на друга например изучаешь и соответственно если ты интересуешься с этой стороны или разную смысле скажем ну типа непривычную какую-то для себя слушаешь для того чтобы пытаться понять эту музыку ну то есть это именно вот уже такое это серьезный уровень покроется уже парадокс что вкус это разные ну кому-то нравится апельсина кому да ну еще раз ну кто же да да вот поэтому нельзя сказать хороший вкус когда он сказал что в слове вкус уже кроется типа я поэтому говорю обычно серьезный вкус потому что хороший ну а кто сказал что это хороший я говорю серьезный то есть мне интересны люди с серьезной наслушанностью серьезным вкусом с которой глубоко копали музыку это те для кого я вещаю и те с кем мне интересно и те кого я соответственно уважаю люди которые копали не глубоко я не говорю что это лучше или хуже у вас свой вкус то есть у у кого-то свой вкус там в плане не знаю еды ему нравится просто там холодец типа свиная рыготина кто-то у кого-то такой вкус что ему нравится копропорно я не то чтобы против таких людей я просто не считаю их интересными для себя вот и все соответственно людей которые там слушают зиверт ну мне противно слушать музыку зиверт потому что она сделана именно тошнотно абсолютно мне противно слушать сашу капустину потому что для человека серьезной наслушанностью это роганина так же и шаман певец то есть это именно убогое говно для отребья и это четко вот слышно именно в решениях музыкальных которые принимают эти исполнители не глубокие то есть это сами музыканты даже которые глубоко в музыку не копали мне это абсолютно отвратительно также радио тапок то есть поверхностность меня вымораживает выбешивает я не говорю что это плохо я не говорю что эти люди должны жить как-то по-другому я говорю что это говно например я говорю что я не уважаю людей как их типа собственный вкус и ну или там вкус людей на которых они работают то есть я абсолютно не уважаю людей которые слушают шамана не на пост ироничах например а которым типа это нравится потому что ну вы даже не понимаете что вам там нравится на самом деле и типа если бы была хоть какая-то глубина в плане интереса музыки к музыке то это никогда не могло бы понравится инстасанка могла бы потому что там есть что это нравится помидоры она вообще по принципу не может быть одно лучше другое другое хуже да она разная если вы живете ну в условной там россии то вам вполне вероятно может нравится холодец суп там ну типа борщ может нравится может еще и окрошка консервированная там какая-нибудь тушенка нет ну чтобы вы понимали я в плане вкусов еды я тоже страшный извращенец и как бы если вы если я например давал бы вам советы по еде то ну это было бы странно потому что понятно что то что меня радует это абсолютно не то что то есть что-то из этого вообще в принципе может человек не понять типа зачем это вообще есть не знаю да а что то из этого покажется на вкус отвратительным то есть то же самое на самом деле про музыку поэтому ориентироваться на мой вкус не совсем стоит стоит лучше слушать то есть грубо говоря что я как повар там не знаю кулинар фуд критик типа оцениваю там не знаю качество приготовления и оригинальность решения вот это все да и ну я могу оценить все таки насколько человек который ест то или иное блюдо скорее гурман или скорее просто говноед то есть вот вот что я пытаюсь сделать у себя на канале при этом я не говорю что вам нужно есть то что я ем вам нужно сам принцип как бы понять что круто а что нет вот я уверен что пиццу с ананасами без ветчины кстати говоря то есть пицца с ананасами и маслинами да боже половина чата сейчас роганет а я очень люблю пиццу с ананасами и маслинами в папа джонси например я люблю зеленые оливки так у тебя освежаются как вкусовые рецепторы ты после них чего-нибудь другое ешь то есть например ты ешь пасту и и зеленый зелеными холодненькими оливка чеками такого красота очень вкусно мне нравятся бургеры с грушей например бургеры с вишневым соусом то есть я люблю сочетание мяса и фруктов бургер с ананасом я ем постоянно вот и для многих вообще как это в принципе мясо ты соединяешь с чем-то едой с фруктами еще и со сладкими чем-то с сахаром ну то есть бред но но это достаточно в плане еды тоже такое как бы изысканное извращенство вот то есть и ну вот плане музыки я как бы стараюсь привить людям именно такое изысканное извращенство и мне нравятся люди у которых тоже такое отношение к музыке вы дадите это американской а такое как у тех кто копает глубоко и он ну плеванет от этого значит ли что у вас вкус хуже и или лучше чем американца нет вы просто выросли в разной среде тоже да да социум может он точно так же социум влияет на человека в плане еды типа ты вырос в этом социуме поэтому для тебя нормально есть там если ты азиат не знаю жуков похавать иногда можно если ты русский холодец можешь поесть там типа или еще что-то ну вот если ты там француз то как бы ну да лягушка деликатес то есть они не то что есть жрут их все и всем им нравится но типа для них по как минимум в их социальном в их социуме это ну типа не что-то долбанутое а мы над этими лягушками прямо рофлим все исключительно то есть для нас это вообще какой-то бред монголы лошадей едят например не знаю ну или что это такое то есть мы именно и причем еще если ты это сказал это расизм как будто но типа ну просто это так и для русского человека это дикость но я думаю покажи им холодец они тоже скажут что больные северные ублюдки просто жрут это жилея с мясом то есть ну типа куриный бульон с яйцом ну в комедиклабе очень смешная сценка была на эту тему какая-то что типа как какой-то там в бангладеш бизнесмен приходит свой любимый ресторан и говорит хочу попробовать русскую кухню и там типа официант и заказчик оба чуть не блюют но описывают друг другу типа фу это вот куриный бульон с яйцом они как бы взяли ребенка курицы это наших вот этих типа домашних животных ну да да вот взяли яйцо пожарили и на мясе матери они вот использовали мясо чтобы оно в жиже полежало в воде вода пропитывается соками матери это цыпленка и вот это яйцо то есть зажаренный или сваренный заживо внутри из корлупы младенец наших домашних животных куриц вот он добавляется в бульон из собственной матери типа, о-о-о, и вот они прям, типа, блевать начинают там из-за этого изобретать, фу-фу, принеси лучше мое любимое, там, грибы с мочой ослай, как бы, вот, то есть, конечно, конечно, это очень все относительно. Ответ на вопрос для людей, сейчас, это для людей, которые ратуют за классическую музыку, кто-то... Да, да, многие люди, которые ратуют за классическую музыку, это дурачки, которые глубоко не копали, абсолютно, это люди, которые где-то увидели, у кого-то подслушали, что вообще-то серьезный вкус, это классическая музыка, и как полный баран такой, ну да, значит, типа, я тоже это буду слушать, и вот я теперь это слушаю, и теперь я, значит, возвысился над людьми, которые не понимают классическую музыку, и типа стал умнее. По факту, большинство людей, которые слушают классическую музыку, это вот такие дурачки, поверхностные, неглубокие, не понимающие вообще абсолютно никакого... Ну, то есть, они получают удовольствие, конечно, от, там, этой музыки, но, опять же, это очень примитивно, потому что... Ну, типа, такое, я не знаю, как сложно это описать. Типа, я общался с исполнителями классической музыки, с которыми они вообще абсолютно ничего не понимают о другой музыке, например, то есть они реально не слышат нюансы, они не могут это сыграть, не могут повторить, просто они не способны физически. Их мозг не умеет вообще воспринимать некоторые вещи в музыке. Абсолютно. Я могу понять прикол, я учился в музыкалке, я могу сыграть несколько классических произведений, я слушаю иногда для удовольствия, действительно, какие-то вещи, в которых приняты кайфовые решения. И я знаю, что такое Дебюси, как бы, там, и Кляр-де-Люн прекрасная, классная вообще штука. Просто действительно приятная и интересно выбранная ходы в ней, да. И, скажем, Прокофьев, там, еще что-то. Я все это знаю и понимаю, и я это говорю именно не с позиции, там, об обусе какого-то, а с позиции человека. Я, блядь, в мерзляковской музыкальной школе отучился и в ужасе оттуда убежал. Я там, ну, не отучился, я там учился какое-то время. Это школа при консерватории. То есть, чтобы не было вот этой вот глупости в чате или там в комментах по типу, ой, он не понимает, о чем говорит. Да я, сука, гораздо лучше вас понимаю, о чем я говорю, и поэтому я это говорю. То есть, это, да, это здорово все, это классно. Это интересные задумки. Но ты включишь другое произведение, там, не знаю, Прокофьева, в том или ином исполнении, это же не так на самом деле важно, потому что исполняют классические музыканты, плюс-минус машинно, все ровно, хорошие. И это будет Кал. Это прям... Ну, это прям дерьмо стыдное. И тут вообще как будто все. За металл. Даже не хочу объяснять. Кто-то думает, что Линкен Парк и Металлику слушать хорошо, а Инстасамку и я не знаю... Это тоже глупость, потому что Линкен Парк и Металлика, это достаточно все равно поверхностно. То есть, их можно слушать, если у тебя хороший вкус, в том числе тоже. То есть, у меня очень серьезный глубокий вкус, но, типа, я могу послушать Металлику и Линкен Парк, потому что это... Ну, там есть что-то интересное, там есть классные решения, там есть что послушать. Металлику меньше, потому что Металлика... Ну, скажем так, у них интересная находка в целом вообще в плане звучания какого-то, в плане... Что-то вот есть такое во всех их песнях, даже в плохих, что все равно как-то радует в них, цепляет как-то, кайфово. Но говна тупых решений и безграмотности в их музыке сплошь и рядом, и... скучных упражнений. То есть Металлика, ну, как бы... Но при этом есть, конечно, и... Ну, находки потрясающие у них. Это... Спору нет. Линкен Парк та же самая история. Ну, там, у них, мне кажется, первые два альбома хороши, дальше Калл. И там, за некоторыми исключениями. То есть, именно музыкально, аранжировочно и так далее у них много находок. Вот. Но, опять же, в среднем человек, который слушает Линкен Парк, он не то, чтобы это понимает все, он такой, о, прикольно, одноклассники показали, я тоже буду слушать, ух ты, ой, какой... Мне нравится, как там кричат громко, классно. Ой, а в Металлике, ой, какой злой Хэтфилд. Ой, а Слеер, какие у них классные татуировки и бороды, да? Типа, то есть, люди как бы, ну... Хорошая музыка может нравиться и человеку с плохим вкусом, но он не будет ее понимать, и, соответственно, ну... Вот и все. И в морали не будет, выводы делайте сами. Какого-нибудь... Моргенштерна — это плохо. Ответ для людей, которые радуют... Встречался с очень хорошим звукорежиссером, который неиронично, с удовольствием слушает Моргенштерна. Я его... Мне прям противно, мне не нравится этот Моргенштерн, но... Ну, там есть, что послушать тоже, я это понимаю. Хотя иногда, вот там у него часто сейчас выходят треки, которые... Кал вообще по всем параметрам. То есть, это вот чувствуют и фанаты, которые... Школота, которая вроде как не шарит, но вот на ощущениях они... Ну, типа, не ловят те ощущения, которые должны исходить от Музла Моргенштерна. Ну, и, в принципе, люди, которые, типа... чувствуют какие-то вот эти вот ходы, приколы, то есть, что, скажем, там... Заходите, люди, поиграть в War Thunder! То есть, это типа мега угарно. Не War Thunder, а War Thunder! Типа... Это угарная срань. Как бы, ну, в этом что-то есть. А там... Какие-то новые треки, чьи там... Скучное нытье и... Ходы по битам скучные абсолютно. Примитивные, колхозные и так далее. За вот какую-то высокоинтеллектуальную музыку, как им кажется, чтобы... Как им кажется ключевое, да. Что вот люди, которые... Опять же, те, кто... классическую музыку можно слушать с очень серьезной вдумчивостью и пониманием хотя бы с какой-то источник зрения. То есть, что-то там можно такое разглядеть, оценить и насладиться. Бывает, опера хорошая, бывает еще что-то. Но просто меня удивляют люди, которые искренне игнорируют некоторые, ну, скажем, факторы в музыке, которые определяют ее интересность. Я тоже понимаю, что я на свой вкус могу игнорировать что-то, но я стараюсь максимально этого не делать. Если я слушаю, скажем, Genesis, который мне не особо нравится, но я прекрасно понимаю, что это интересные решения и ходы. И меня это впечатляет, восхищает, это здорово, но мне не все подряд у них нравится. Далеко не все подряд. То же самое, как Soul какой-нибудь, это очень серьезная музыка, работа, виртуозная игра на инструменте какая-нибудь. Я могу восхититься этим, но не факт, что я буду с удовольствием это слушать, потому что это вкус, а это, как бы, скажем, понимание. Вот, но я могу с огромным удовольствием слушать супер-дерьмовый панк. понимая технически, как там плохо, но просто потому, что вот, ну, наслаждение у меня такое. Это не гилти, абсолютно не гилти пленжер. Я обожаю Рамштайн и не стесняюсь этого нисколько, потому что типа Нирвана, прекрасная группа. Вот и все. Люди, большинство людей слушали такую музыку, типа, высокоинтеллектуальную, нужно просто... Но при этом Нирвана по факту прекрасная группа. там решение очень серьезное, очень часто. С детства она играла везде и ее преподавали. Для того, чтобы послушать и насладиться Чайковским, нужно очень много чего понимать. И дело не в общем интеллекте. Да даже не в общем... Короче, от того, что собака послушает Чайковского, она не станет умнее. Соответственно, Чайковского... Я вам так скажу. Для того, чтобы я сейчас уверенно заявлял, что Чайковский хуже инстасамки, нужно гораздо еще серьезнее подготовиться, чем понять Чайковского. Как бы кому не нравилась эта информация. Но возможно, что ценители Чайковского слышат типа в этих унылых ходах какие-то вот там что-то вот там свое цепляет. Но и скорее всего на их вкус это цепляет. Их там какие-то струны души. Или они думают, что помимо вкуса вот да, я вот слышу вот этот тут супер прикольную идею хода и типа виртуозную работу. Якобы. А иногда не якобы. Хорошо, верю. Иногда там может быть, наверное, что-то, что я даже могу не понять. Ну, очень вряд ли. Я музыкой занимаюсь очень много времени. Играю, сочиняю, исполняю и записываю, свожу, просто все делаю. И классическую, и регги, и современную. Ну, типа мне не кажется глубоким взгляд человека, который всю музыку делит на классика, джаз и эстрада. А средний как бы исполнитель даже классической музыки, преподаватель и так далее, буквально считает, что есть классика, джаз и эстрада. И может быть, в эстраде, кто чуть-чуть посовременнее, наверное, он знает, что есть рэп, рок, поп и тяжелая металлика вот эта ваша какая-то, да, но я такое не люблю, не слушаю. То есть, да, я знаю рэп, поп, рок, джаз. Вот. И классика, есть вот сиренады, сонаты, блядь, вот эта вот вся вот хуйня. То есть, как бы, ну, абсурд для меня. Эрудиция, а дело... Сиренады, сонаты, сонеты, минуэты, значит, концерты в трех частях, концерты для фортепиано со скрипкой, для фортепиано с оркестром, для скрипки с оркестром и так далее. И вот это вот, в этом о всем они вот прям, да, это вообще разбираются, вот видите, это вот такое, а здесь это было, там, еще какие-то там вот эти термины все, минуэты, сонаты там, ну, просто говорю, забыл все названия всех форм одного и того же, по сути. Если быть там подлиннее, это уже, значит, будет другое. Это уже будет... Не знаю. Баланда. Именно в музыкальном слухе... А вот это у нас этюдик. Этюд. По вкусе. Если вы с самого детства будете жрать картошку, одну картошку, вторую на завтрак, на обед, на ужин, тогда можно стать президентом. У соседей картошка, в ресторане картошка, везде одна картошка. То вы... То, рада или поздно, начнет нравится прекрасная страна Беларусь. Типа... Довольно скоро начнете различать, какая картошка молодая. Кстати, да, тоже верно, да. Да. Какая картошка какого сорта, какая картошка прошлогодняя. Потому что вы просто пробовали очень много разных картошек. Смузы... Как нейросеть. С каждым новым употреблением ты начинаешь как бы новые детали замечать, доделывать там у себя в голове и так далее. Тяжело реально. Вот такой... Эта картошка... Ну, все равно. Вот картошку ты же будешь оценивать ну, типа, поначалу на вкус, а потом уже... Вот тоже нужно уметь разделять. Типа... Хороший повар понимает, что у людей на картошку разный вкус и при этом он понимает свой вкус и при этом он, ну, короче, вот знает и как себя удовлетворить, и как другого человека удовлетворить. Потому что... Вот он именно такой картошечный эксперт все равно будет. Он понимает, что кто-то любит более соленую, кто-то менее, кто-то любит разваристую, кто-то там чуть-чуть недовареную, я не знаю какую-нибудь, и кому-то жареную, кому-то жареновареную, кому-то пюрешечку, пюрешечка может быть с молоком, пропорция такая-то. Здесь можно сделать соевое, здесь обезжиренное. Вот так она будет прям на жористе. А вот это вот хорошо взять пюре, поджарить потом, чтобы это добавить, скажем, к закуску такой, к котлетке, чтобы она похрустывала. То есть все равно есть разные же, еще миллион вариаций того, как можно с картошкой делать, и при этом есть вкус, то, что ты любишь. Какое блюдо из картошки? Например, я очень люблю замечательное белорусское, кстати, блюдо, но у меня, у меня вроде нет корней белорусских, но мама готовила все детство, очень люблю. Утраники хорошие. Вот. Значит, я готовить, например, не умею вообще, кстати говоря, чтобы вы понимали. Я очень люблю пожрать за то. Но при этом вот у меня, ну, я не могу назвать себя гурманом в плане еды. То есть я такой странный обжора, скорее, но такой обжора с, как бы, с изысканными извращениями. Тирам, спасибо большое. Но все же, вот я понимаю, что я не могу в любом случае блюдо оценить с точки зрения готовки, с точки зрения, ну, там, поварского, какого-то кулинарного, не знаю, еще какого-то искусства. Но, с другой стороны, ну, есть то, что явно все-таки вот прям, ну, какие-то совсем уж очевидные вещи, они понятны, что, ну, вот это, сука, херово приготовлено, и не надо быть поваром, чтобы понять, что это именно приготовлено плохо. А вот это мне не нравится, но это высокая кулинария, серьезная. Но, но, я могу ошибаться, потому что я не повар. Я могу думать, что что-то является высокой кухней, а на самом деле это говно для крестьян, потому что я не разбираюсь, потому что я не знаю, ну, как бы, какие требуются усилия и понимание этого процесса для того, чтобы что-то приготовить. Мне что-то, что на самом деле говно для обыдла, может казаться изысканной кухней. Но все же я, как бы понимаю разницу между как бы домашней кухней, да, короче, и ресторанной. Вот типа того. Но в музыке я понимаю со всех сторон. Поэтому извините. Если что. В музыке то же самое. Если вы с детства слышите много разных нот, много разных сложно сочиненных там аккордов, сочленений... Я их буквально слышу с детства, потому что абсолютный слух, то есть просто слышу до, знаю, что это до. При этом я с удовольствием могу слушать говяный, гаражный панк, в котором все не строят. То есть у меня нет раздражения на нестрой иногда, на легкий. Я понимаю, что есть люди, у которых, если чуть-чуть что-то не попало, у них все, прям уже они страдают, им мучительно неприятно это слушать. У меня этого нет. Но при этом у меня абсолютный слух, то есть я четко слышу, какая нота сыграна, но мне насрать, сыграна ли она идеально точно. Иногда насрать, иногда нет. Иногда это важно, чтобы это было четкое попадание. Я это тоже понимаю. И что для других людей, на это не насрать, я тоже понимаю. звуков, обертонов и так далее, то вам просто будет скучно в каком-то возрасте уже обычные аккорды слушать. И поэтому музыканты в какой-то момент начинают писать музыку для музыкантов, потому что им наскучило. Потому что им самим скучно делать музыку для обывателей, для слушателей. Потому что любой музыкант, он все-таки, наверное, копает музыку. Он все-таки, наверное, сам исполняет и у него наслушанность у музыканта почти всегда в среднем лучше, чем у простого человека. Но, тем не менее, не совсем. Есть музыканты, которые могут исполнить, но они абсолютно просто валенки в вопросах именно вкуса. Это реально бывает. это занятно. То есть, есть люди, которые очень хорошо исполняют, но вот ты удивляешься, как у них настолько отсутствует чувство как бы неприязни к тупым ходам. Как это вообще возможно? Вот я в Никельбэк, например, я не понимаю, как им самим не противно делать эту музыку, при том, насколько хорошо они исполняют ее. Как вообще? Ну, что вы за больные ублюдки? Извращенцы просто. Как вы можете делать настолько говно для отребья просто вообще для глухих школьниц каких-то там 14-летних? В 14 лет ничего страшного, если ты слушаешь Никельбэк, наслаждайтесь и так далее. Но это безумно тупая музыка, из которой надо постепенно идти дальше, копать и так далее. С этого можно начать, если ты девочка и тебе 14. но ну типа как им самим это не противно делать? То есть это же насколько какая-то может быть даже продажность должна быть чувство желания, скажем, внимания или еще чего-то такого должно насколько доминировать над чувством просто прекрасного в музыке, что ли? это вот прям козявит от этого. Ну как сука вы же вы же шарите вы же вот а если человек не шарит то еще смешнее. ДМ ну Е туда добавили ну семерочку добавили ну семерку шестеркой добавили ну уменьшенно там началось джаз все да-да-да то есть ты уже это знаешь и как играется и как часто встречается похожий ход и сколько песен было уже с теми же последовательностями аккордов то есть все у тебя уже просто серьезный математик он когда видит блять задачку на 10 типа не знаю там 10 процентов годовых это сколько он такой ну блять ну опять все там за секунду решает эту формулу дайте мне ракету произобретать не знаю что-нибудь такое понимаете серьезный ценитель кино даже ценитель не обязательно хотя любой производитель кино в среднем это ценитель кино он если видит какой-то опять тупой клишированный ход какую-то опять историю про любовь какую-то типичную завязку развязку он он скажет ну чё это закал ну хватит чё мне пять лет что ли чтобы я вот это вот говно сидел смотрел не важно ему ну либо не важно как оно снято либо он наоборот способен забить хер на саму историю такой ух ты как снято но все-таки понимаете что конечно восприятие музыки с точки зрения того как оно производится так же как кино с точки зрения того как оно производится если уж совсем ты только в это уперся это странно я не спорю поэтому ну тут вот нужно очень хитроумно как бы балансировать между ценителем и между тем кто внутри этого находится это вот не знаю короче глубина серьезная какой-то непонятный прогрессив там авангард начался и соответственно когда вы развиваетесь как музыкант вы хотите писать чуть более не то чтобы сложное просто вам уже надоело писать вот то не унылое хотя бы то есть когда ты музыкант ты хочешь делать даже если попсовое понятное музло то хотя бы не делать его говяным если у тебя серьезная наслушанность и даже если ты вот делаешь попсу ну вот и причем музыканты друг у друга даже слышат это то есть если я слышу хорошую поп-песню не говорю про инстасамку ну типа вы поняли ну там какой-нибудь вот тот же pretty reckless я прям слышу по решениям по ходам по вокалу по вот продюсерской работе я слышу что это серьезная наслушанность что это делал не дурачок как бы что это работа такая массовая но грамотная капец прям слышу что то есть они делают какие-то приколы потому что им было бы скучно их не делать и вот это вот это заметно а иногда врубаешь трек чайковского ты даже чайковского врубаешь и думаешь сука ну тебе не скучно было вот это говно делать вот это сука ноты там прописывать боже какой же ты задрот унылый и вы как бы усложняете постепенно так вот чтобы у шамана грамотно сделано нет абсолютно нет у него ужасное сонгврайтерство то есть он абсолютно не умеет сочинять ни тексты ни музыку единственное что у него сделано конечно грамотно он говорит что он делает это сам я если честно не верю как можно настолько грамотно быть он говорит сведение мастеринг типа что он сам делает как можно настолько хорошо сводить настолько будучи безграмотным вообще просто говноедом в плане сонгврайтерства при этом либо с другой стороны вот ну хотя да те песни которые вот он сам именно то есть вот у него он может исполнить хорошо чужую песню у него все кавера звучат лучше чем авторская все вообще я не знаю почему то есть он как исполнитель как вот свести как звук как-то вот в этом он понимает он понимает как сделать именно вот продукт массовый такой грамотно но ужасный сонгврайтер просто бездарный абсолютно и ну честно говоря такого точно тем же самым страдает очень много вообще попса популярная музыка русскоязычная особенно то есть очень качественный продакшн при бездарном именно материале очень хороший вокал Дима Билана например при абсолютно ублюдочных там аранжировках блевотных ходах там не знаю ну то есть понятно он не сам пишет себе в основном но сонгврайтерский тоже дерьмо при этом русская попса многое сделано гораздо лучше русского рока в которых вообще дерьмовое очень часто все то есть и исполнение и материал и решения какие-то музыкальные и текстовые то есть русский рок это вообще ну там с точки зрения например вокального искусства русский рок это дерьмо вообще беспросветное просто ужас там реально днем с огнем надо искать людей которые хотя бы неплохо поют неплохо вокалистов в русском роке нет есть в русском металле и то тоже там спорно там тоже есть о чем поспорить но вот в русском роке ну зимфира но у нее материал говно просто вообще невыносимое но вокалистка конечно она хорошая при этом вот там у них вот даже не говно найти сложно поэтому русский рок так не уважают люди с хорошей наслушанностью потому что ну боже это же вообще ужас типа там не стыдное ну вот говорю по пальцам ну есть есть не стыдное там ну с точки зрения хоть чего-то но как бы прям алмазы в куче дерьма пусть Билан у меня заказывается когда мы сделаем так нет Билан работает на публику свою и возможно ему нравится то что он делает я хз но вот это вот тоже понимаете типа ну нужно вот мне не нравятся люди которые совсем ушли в себя и мне не нравятся люди которые совсем продались то есть которые вот просто вот как отлизывают жопу своим собственным фанатам и массам и вот этому всему нужно баланс иметь нужно как бы это как в сексе ты не должен просто быть секс-рабом да типа своего партнера и ты не должен просто сам себе дрочить нужно заниматься любовью понимаете нужно удовлетворяя себя удовлетворять своего партнера слушателя вот как бы когда я своей музыкой хочу не просто отыметь своего поклонника я хочу чтобы он на насладись сука вот на кайфани просто по полной программе вот музыка должна быть такой же нужно вот уметь это делать понимаете как хорошо трахаться нужно уметь так же и музыку надо вот уметь и петь и так далее а если человек просто дрочит либо если он просто кому-то дрочит ну что это такое это не секс поколение росли взаимная красота должна быть мыслью что вот им нравится как бы гармония поклонника с музыкантом любовь понимаете господа чувство душа этого дерьма очень многим не хватает ли кайфовать от этого чайковского им с самого детства нужно туда это впихивать чтобы инстасамка была неинтересна не в том смысле да она я уже сказал она может быть интересна но ну как бы не в том смысле конечно в котором ей интересуются кривозубые крестьяне нужно туда это впихивать чтобы что впихивать кайфовать с мыслью что вот им нравится чайковский что они могли кайфовать от этого чайковского им с самого детства нужно туда это впихивать чтобы инстасамка была неинтересна не в том смысле что как женщина а в том смысле что они слушают звуки Слушайте, ну, как женщина, она прям максимально неинтересна, потому что, блин, типа, это как бы уже наполовину резина. Как бы резиновые куклы, как женщины, типа, честно, не очень привлекательны для меня, лично для меня, я не осуждаю, если кому-то это нравится, но, как бы, мне кажется, это не сильно прикольнее, чем просто дрочить, типа, это хотя бы живая рука, хоть и моя резина, это, ну, я не знаю, это же вообще жесть, там, вареник, типа, просто жопу, там, типа, импланты, все, ну, блин, я лучше на батуте попрыгаю, мне, как женщина, не очень. И они слишком примитивные, а они, ну, примитивные для музыканта, да, действительно, но вам тогда нужно воспитать не то, чтобы нацию, а вообще всю планету Земля и всех людей, по сути, музыканты. Ну, да, но нет, ну, это невозможно, конечно. Ну, да я не знаю, на самом деле, просто, вот, вот он говорит, что есть вот такая там, не знаю, проблема какая-то. Я вообще, честно говоря, я вообще ни в чем не вижу никакой проблемы особо, то есть, ну, типа, есть вещи, которые меня раздражают, которые я бы хотел, чтобы были решены. Например, ну, по большому счету, это все упирается в бедность. Я понимаю, что большинство трудностей, связанных с музыкой, которые меня, которые меня не радуют, они связаны просто с тем, что я более нищий, чем хотелось бы, чем заслуживаю. То есть, смотри, например, меня бесит, что люди слушают дерьмовую музыку в маршрутке. Так, блядь, я же мог бы не ездить в маршрутке просто. Я бы мог и в такси. Блядь, я же могу вызвать бизнес такси и ставить, что хочу там. То есть, в принципе, очень многие музыкальные проблемы решаются деньгами. Типа, допустим, бесит, что в торговых центрах какое-то говно играет все время, типа, из колонок. Ну, так ты же можешь пойти в хороший ресторан, где играет джаз, лаунж, в хороший бар, типа, где играет ракешник добрый. То есть, просто в приличное общество пойти, а не жрать на фудкорте с бомжами. То есть, типа, реально, вот, и вот это немножко грустно, с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот, понимаешь, что по большому счету вообще никаких проблем нет. Ну, слушают, типа, чуваки из своих срань. Ну, дай им бог здоровья, пусть слушают, но, как бы, получается, что даже все, что меня раздражает в плане, там, чужого музыкального вкуса, это же просто проблемы бедных. Типа, и, как бы, может быть и насрать. То есть, может, просто надо стараться работать, вылезать из этого болота и находиться только в обществе людей хороших, с серьезной наслушанностью, и кайфовать от общения с ними. За месяц игры на гитаре какого уровня можно добиться? Ну, Тирамп ответил правильно. От усердия зависит, от... Смотри, есть у тебя очень много денег, нанимаешь хорошего преподавателя, можешь хоть каждый день с ним заниматься. Если ты готов, если ты упертый, такой упоротый, вот прям, да, не знаю, вот все. Вот представь, у тебя есть 300 тысяч рублей, и ты вот готов 5 косарей в день, допустим, 5 умножить на 30, сколько? 150, ну, 150 тысяч рублей, и ты 5 косарей каждый день отдаешь хорошему преподавателю за занятие, скажем, час или два. И который тебе нравится, и с которым ты получаешь удовольствие от занятий. И прям занимаешься лично под контролем просто, который тебя вот прям направляет идеально, супер. Так ты можешь за месяц огромных результатов добиться. Или, например, ты просто усердный, но нищий. Ну, хорошо, ты будешь стараться, ты будешь там пытаться что-то найти информацию, изучать. Чуть дольше, сложнее, но ты тоже что-то добьешься. А если ты, как бы, не так уж ты и хочешь заниматься инструментом именно, то есть бывает, что тебе нравится музыка, но вот тебе процесс вот этот, ты не получаешь удовольствия от процесса освоения. Я знаю людей, которые просто вот не могут вот этот дзен такой познать и словить, и это как медитация, это как вот занятие спортом. Есть люди, которым нравится вот просто сам процесс. Вот ты встал в позу какую-то, ты повернул плечо, ты контролируешь движение своего тела, ты пытаешься заучить координацию. Поворот корпусом здесь, поворот корпусом здесь. Здесь тазом, если бьешь ногой. Здесь не забываешь, что ты должен не опускать руки. Здесь, соответственно, там такой наклон. Здесь, короче, ты, ну, не знаю, не двигаешься, не открываешься раньше времени. Здесь там вот так ты должен сделать. То есть, типа, вот сидеть, вот, короче, это отрабатывать. Если ты двигаешься ногами, ты вот, то есть... С барабанами та же самая история. Ты такой, ты контролируешь это движение, пока у тебя происходит это. Между этими ты пытаешься. При этом ты должен сделать так, чтобы это движение, скажем, тарелкой у тебя было автоматизированное, чтобы ты вообще не обращал на него внимания. Как медитация. И потом ты должен тун, тудам, тун, тун, тан, тун, 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 там вот что-то такое. То есть, чтобы это было у тебя само шло, а остальное ты уже там добавляешь к этому. Или наоборот, или ты сперва это разучиваешь как схему, может, то есть, пум, типа, пзн, ц, пуц, та, ц, пуц, та, ц, пуц, там вот это вот всё. То есть, именно заучиваешь междудалевые вот эти приколы. Это именно такой процесс, не то чтобы скучный, но нужен особый склад ума для того, чтобы тебе было не впадло этим заниматься. Ты должен получать удовольствие от процесса занятий игрой на инструменте. Иначе, за 10 лет можешь ничего не добиться и быть Карлсом Сантаной, например. Так и не научившись играть, даже сможешь стать известным гитаристом, и кто-то будет думать, что ты виртуоз. Вот, значит, что ещё? Гитара, там тоже. Ты должен сесть и, сука, под метроном просто вот. Это медитативный процесс. Повторять одно и то же скучное движение, при этом как бы... Такая вот сосредоточенность. Я прям удовольствие получаю от этого. То есть мне нравится. Ну, типа, не супер прям очень уж сильно сидеть, вот задрачивать, потому что мне, ну, уже моё, как бы, моё музыкальное восприятие, вот то, что мне скучно становится из-за того, что мне это кажется слишком неинтересным, там, ходом, и мне не особо нравится это слышать. Вот оно может мешать. Нужно абстрагироваться от этого. Как бы вот... Говно какое-то играть. То есть я не настолько прям абстрагирован от вот этого восприятия, чтобы наслаждаться, скажем, я с VIP-ом играть не умею. Потому что мне неинтересно его осваивать. Я не хочу. Мне не нравится процесс его освоения. Но... То есть там... То есть там... То есть пытаться в ритм попасть. Средотачиваться одновременно на нотах, на ритме, на чистоте снятия, на смене движения медиатора. То есть... То есть вот там переменным, постоянным. И вот, типа, вот этот процесс освоения должен тебя радовать. Это самое главное. Если этого нет, вообще забей. Вообще просто, типа, инструмент... Тебе либо надо искать тот инструмент, в котором тебе будет нравиться процесс. То есть кому-то не нравится вот это, но нравится вот это или вот это. Или... А-а-а, вот это. То есть это разные люди. Разным людям нравится, там, одним инструментом заниматься клёво, другим нет. Зависит от психотипа, от именно тоже мышления. И при этом одними вещами интересно им заниматься на инструменте, аккорды искать красивые, а, сука, в ритм попадать им, может быть, неинтересно. Нужно, чтобы всё было интересно. Иначе будет говно. В той или иной степени. Вот я стараюсь... Там, где мне даже неинтересно... пытаться найти этот интерес, чтобы мой взгляд был полным. А в целом мне реально интересно всё. То есть я играю на всех инструментах, блядь, которые есть в рок-группе. Ещё вот на этом вам могу что-нибудь, типа... Всё, и мне по кайфу. Ну, типа... Наговнякал где-то, где-то ещё что-то. Ну, типа... Я прям вот сидел, смотрел эти гайды, короче, книжку, типа, что нужно аккуратно свернуть губы, чтобы одну ноту издать из трубочки. То есть нужно держать вот так. Я такой... Ага, так, пробуем. Вот и прям... Процесс мне нравится. То есть как делаются вот эти всякие эффекты долбанутые. Как ты... Воздух как бы под наклоном должен выдувать или вдувать туда для того, чтобы такой, типа, бэнд сделать. И я такой... Вау! Типа... Мне нравится. Вот и всё. Ну, например, у китайцев тональный язык, и у 70% китайцев, ну, или там ещё каких-то других азиатов, абсолютный слух. Они слышат, реально прекрасно понимают, что такое высота тона, и точно слышат её. Возможно, не зная нот при этом, но... Вот у них вообще... Соответственно, уже у целой нации может быть другое отношение к музыке. Но что-то музыка-то у них говяная какая-то. Так что как бы хз. Не факт. Ну и тому подобное. Им тогда будет скучно слушать инстасамку, потому что там примитивная форма. И в итоге мы приходим... Ну, там... Там, короче, её надо слушать не из-за... Выбора нот. Её вообще не надо слушать, конечно, согласен, но... Сука, за деньги да? Я слышу, как сайчейны там клёво разложены в бите. Я слышу характер... Выбор характера звучания бочки, я не знаю. Вот эти паузы, типа, да? То есть... Вот ты слушаешь? Как провал вот этот, да? То есть дропы. Как распределены частоты в миксе? Посыл прикольный. Манера такая у него. То есть, ну, а это уже на вкус мне нравится. Типа манера вот эта вот такая вот... Прям нарочит и противная такая. Мне вообще насрать, я делаю, чё хочу. Мой продюсер-то мой мой. Ну, и чё? И чё ты хуй, ты мне сделаешь, дурачок? То есть, вот мне... Как бы вот даже вот это настроение, которое она передаёт... В этой песне нравится. Реально, вот... Сука, прикольное же дерьмо, реально. Такой сочный хай-хэт. На котором, скорее всего, сделан либо дилейчик, либо там хорус вообще, я не знаю. Вот он, другое чуть-чуть. Клэпы вот эти, которые... То есть, клэп такой стерео. То есть, ты слышишь его, типа... Я вам сейчас это не сделаю. Ну, хотя нет, сделаю. Почему? То есть, вот у меня можно микрофон включить в режим стерео. Вот. Вот этот интервал, как бы, надо поймать. Интервал по времени, чтобы это вкусно звучало. То есть, чтобы вот, типа... Пум, 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 пум. Вот у неё вот эти хлопки, короче, здесь... Ну, это битмейкер, понятно. Это больше работа чувака. Ну, она тоже, типа, здесь... Всё сделала как надо, сама инстасамка. Я подумаю, потом расскажу сразу, да. Вот эти вот... Такой аккуратный, такой хлопок. Такой. Но при этом он как будто и стерео, и больше здесь, и здесь какой-то отклик. Ну, типа, мне прям нравится, сука. Мне нравится, как это сделано просто. Насколько вот... Говно, сделанное со вкусом, прям. Вот кучей деталей, чтобы прям вот понравилось, да. То есть, реально. Ну, тут... Тут это... Это работа прям. Вот эти хлопки. Я их, ты их даже не слышишь в первый раз. Вот это гоблины. Блин, вот, сука, ну чё такое вообще, а? Блин, для меня это как анекдот прям какой-то музыкальный. Я наслаждаюсь. Кому-то абсурду. То есть, нам нужно воспитать планету, музыкантов. А вот Оксимирон говнище вообще. Абсолютно унылая хрень. Ни один трек Оксимирона не интересен. Батлы, да. Батлы Оксимирона, типа, это... Это что-то. Хорошо, это, типа, интересная история. И то тоже. Вот он говорит, Оксимирон. Я делаю прокси себе через телефон. Минуты я ем картон, захожу в вагон. Лондон. Это родина моей... Моя номер два. Но моя родина не там, где я. Где меня нет. Тогда, когда город под подошвой. Не у меня. Если транзисторный резистор едет через регистр, тогда я регистрирую. То есть, короче, происходит синхрофазонтрон. И логические цепочки в моем сознании меняют мое переубеждение говна. То есть, не знаю, он сидит, душит хуету какую-то. И музыкально это сделано дерьмо. Оксимирон за лупа. Я вам серьезно говорю. Чего у него не врубал, все дерьмо какое-то. Треки, студийки именно. Ну, че это вот там, вот, тинтарка, давай. Ну, биток прикольный сделан. Мне сам посыл даже не нравится, с которым он все это делает. Как назло, включил более-менее нормальный. Ой, да, например, дерьмо вообще не трек. То есть, это прям по многим критериям дерьмо. Лень объяснять. Город под подошвой вообще срань просто. То есть, что пытался он сделать, я понимаю. То есть, такой, типа, качающий, как бы, бит. Но барабаны просто говяно здесь обработаны. Невкусно, не клево. И они, как бы, должны были звучать, как нью-йоркский такой, короче, хип-хапач. Возможно, не это именно, но а-ля. Но в итоге там... Какое-то... Сами рифмы тоже, если почитать, там... Ну, типа, здесь нет ничего, что клево сделано. Ради чего это... Чтобы это прям удовольствие получать. Ну, то есть, его читка хороша, но, как бы, это технично, заумно, графомански поданные глупые мысли. В основном так. Ну, сам бит скучный. Типа, ну, качественная перкуссия местами, но... А местами прям дерьмово еще сделано, даже это. Но, в целом, душня сделанная прям по вот шаблончику. Бомбу ночью сочинял, все измочено чинял. Такого душного шаблона достаточно. Чем-то большему, чем я, мир пустой. Хоть с каждым старым признакомся, я не пиоробот с позитивной ливой консовольца. Избавь меня от мощных парацей, домашний парацей, ведь для меня я ваша самоцель. Ну, то есть, типа, ну, вот, Оксимирон, я именно говорю, что говно, потому что я с кучей разных позиций его рассмотрел. И понимаю, что там прям вот, там нечего похвалить прям. Вообще нечего, ни с какой, ни как бит, ни как читка, вот, ну, нечего, сука. Кому-то может нравиться на их вкус. То есть, еще раз, чуваки, если я говорю говно, это не на мой вкус. Это 10 разных взглядов. И такой, ну, может это, ну, может это, ну, может, ну, 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 нет, все говно. Говно, значит. А если я говорю балдеж, это значит, я, сука, вот так же сделал 10 разных взглядов. И хоть с какого-то из этих я такой, о. И это вот так работает. Лучшие инстасамки. Это на твой вкус. Типа, тебе больше нравится, у тебя вызывает больше эмоций. А я говорю, насколько это возможно объективно, с точки зрения просто производства, я не знаю, исполнения, звукорежиссуры, оригинальности, вот, все вот это там, вот так вот у меня, понимаешь, типа, вот, я тебе же прям расписал процесс и детали того, как я это слышу, и почему я тебе говорю то, что я говорю. Ты говоришь мне просто лучше. Ну, блядь, с хуя ли лучше-то? Что там лучше? Послушай, Оксимирон. Не хочу. Зачем? Я не считаю, что у Оксимирона вообще интересная музыка. Я у него ни разу ничего не слушал интересного. И не за донат мне его слушать и не хочется. Ну, как бы, закидывайте бабки, послушаю. Гои тащатся. Так, я даже понимаю, примерно, с чего они тащатся. Просто это, ну, гойская хрень. Планету музыкантов, чтобы они слушали свою классику и наслаждались. А зачем? Да не, не. Мне кажется, весь заголовок... Вот Жохан — это серьёзный человек с серьёзной наслушенностью. И, как бы, он понимает про меня, что у меня что-то тоже примерно такое же. И у нас поэтому, как бы, чуть-чуть такое... Не то, что мы прям много общаемся, но взаимный респект присутствует. И то же самое поэтому с Лёхой Избау, с Юрием Петровичем. Потому что мы все друг про друга понимаем, что это, ну, как бы... Мы разные, но мы серьёзные музыканты. Поэтому это вот всё одна тусовка. Александр Зилков — это серьёзный музыкант. Серьёзный вообще... Тоже... Ну, с ним интересно общаться. Понимаете? То есть, вообще, это уровень, на котором есть смысл разговаривать. Вот. Фред-гитарист производит впечатление поначалу из-за своей подачи. Несерьёзного музыканта. А потом ты, как бы, начинаешь понимать, что... Охренеть, сука! Посерьёзнее любого из вас ещё будет. Потому что вот он... Так подаёт просто мысли свои. Это грамотно он делает с точки зрения, опять же, коммерции. На самом деле... Не то, чтобы он не в жизни такой. Просто вот... Он так разговаривает. Он такой с точки зрения характера. Но наслушанность у него, типа, и экспертность. Очень серьёзная. Своёобразная. Но серьёзная и интересная. Типа, это прям вот, как я говорю, дополнение пазла у тебя в голове. Фред-гитарист очень сильно может тебе устроить. Потому что у него есть очень глубокое погружение в тех вещах, которых там нет ни у меня, ни у Жохана, ни у Зилкова. И, соответственно, ни у Пушного. Ни у ещё кого-то. Вот если кого-то забыл, то соряюсь. Ну, типа, вот... Вот, короче, что я хотел сказать. Слушаем дальше. Видео, как оно называется, оно просто идёт от снобизма внутреннего. Что люди, которые музыкально развитые, они не приемлят друг друга. Вот, вот, я стараюсь этот снобизм, ну, типа, в себе не то, чтобы подавить или... Ну, типа, есть же всё-таки вот эти философии всякие. Это не обязательно буддизм и, там, шизотерика. Это даже психология. То есть принятие, ну, терпимость, не знаю, какая-то терпение. То есть я стараюсь... Я, конечно, сноб. Страшный просто сноб. И мне действительно физически неприятно слушать некоторую музыку. Она, ну, прям, ну, говно невыносимое просто. Ну, боже, сука. Ну, вы слышали Зиверт? Хуже Зиверт только ремиксы диджея ебана на Зиверт. Ну, ненавижу просто. Не могу. Прям моё нутро негодует, когда я это дерьмище просто слышу. Ну, ужасная музыка, отвратительная. Прям невыносимая. Мучительно неприятная. Так же, как кавера Саши Капустина и так далее. Но! Помимо такого, я стараюсь всё-таки... Хорошо, если я сноб, то я обосновываю. А если всё-таки я не настолько, ну, как бы, недоволен. То я стараюсь всё равно как-то в противовес, ну, 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 что-то похвалить. Сказать, что, ну, ну, не совсем уж говно. Ну, ну, может, не моё. То есть... Какое-то, какое-то принятие, оно рано или поздно должно быть всё равно. Я принимаю людей, которые слушают Зиверт. Ну, дай им бог здоровью. Ну, жалко их. Они страдают. Они, как бы, глухие в плане некоторых вещей. Ну, забиваю за собой место эксперта. Послала Тань Тривербеть Мусич. Место вакантное и свободное. Ютуба на всех хватит. Так что, пожалуйста. Спасибо большое за донат. Больничка. Опять же, говнида. Вся прелесть говниды в чём? В том, что отребия поверхностная, которая не способна, как бы, понять детали, воспринимают эту музыку как, боже, какое же дерьмо, какая же плохая фигня про жопу. Боже, это такой ужас. Типа, фу. Как вообще тебе не стыдно такие песни петь, там, я не знаю, типа, ну, ты дурак. Как может автор группы говнида вообще критиковать кого-то? Любой серьёзный наслушанный музыкант прекрасно понимает, насколько говнида гениальный проект. Просто насколько это величайшая ирония в истории. Но просто требуется всё равно уровень, чтобы понять. Как бы это абсурдно не звучало, но вот без шуток. Требуется какая-то наслушанность. Хоть какое-то вообще представление о том, что такое хэви-пауэр-метал русский. А это уже не у всех есть. Просто для того, чтобы... И при этом... Ну, вот, короче, требуется всё равно. Либо какой-то талант, то есть предрасположенность. Либо, сука, именно вот знание какое-то. Для того, чтобы просто вообще понять, в чём прикол. Так что я вам без шуток говорю, что там поклонники говниды, без анального угнетения. Это просто более музыкально развитые люди, чем, сука, там, поклонники, я не знаю чего. Оксимирона, блядь. Это объективно. Объективно. Ещё раз. Оксимирона я оцениваю не просто как человек, который никогда в жизни не слушал рэп. Да, блядь, я участвовал в создании рэп-треков, сука. Я делал, блядь, рэп. Я сводил рэп. Я биты хуячил. Я слушал рэп включительно, там, до шестого класса, только рэп вообще, в принципе. Я хорошо разбираюсь в рэпе. Я отличаю поджанры хип-хопа, рэпа, типа, школы, там, западные, восточные, там, вест-кост, эст-кост, там, медвест, дрочест, там, и так далее. Джаз-рэп. Типа, типа, как он делается, как диджеи, из чего собраны, там, гангстерские всякие треки крутейшие, западные, там, Snoop Dogg, Доктор Дре, типа, это всё уважаемое. И что там более, там, малоизвестные, всякие Гуру, Джангл, Брейн, там, ещё что-то. Что это из фанка всё растёт, скажем, Нью-Йорк. Что, там, западное из соула растёт. И какого соула? Я слушал этот соул. Блядь, я прекрасно разбираюсь в рэпе. Лучше, чем те, кто только его и слушает. Я вам говорю, это Кал. Мы здесь достигли смены парадигмы. Это, ну, это... Мы здесь достигли смены парадигмы, блядь. Ну вы чё? Не смешите меня. Я вам говорю именно как эксперт, блядь, в этой хуйне. Можете меня считать экспертом в рэпе, абсолютно. У которых, может быть, слух несколько хуже, и не хочется сидеть полтора часа и внимательно слушать музыку. Ну, только Snoop Dogg норм. Snoop Dogg не норм, Snoop Dogg заебись. Но нет, конечно, нет. Ну, типа, есть... Говорю, из более-менее ещё такого популярного старья, ну, Доктор Дре прикольный, Айс Куб. То есть, вообще, саундтрек GTA San Andreas. Просто это великое... Типа, радио Лос-Сантос, это... Ну, я не знаю, GTA San Andreas сделали люди с невероятным музыкальным вкусом. Просто вот именно эту. То есть, там саундтрек, просто все радиостанции, там какие-то самые крутые произведения именно своих жанров. Если кантри, то охренительный кантри просто какой-то. Ты слушаешь остальное, другое, такой, блядь, сука, говно какое-то. Нет. Если... Ну, не всё. Там есть исключения, есть фигня, есть ещё что-то. Есть что-то, что на вкус не нравится. Но в среднем там невероятный фанк, невероятный хаос, невероятный регги. И всё. А Боба Марли сраного нет. Потому что он говнарь. Они едут в машине и просто... И это не все понимают. Попробуйте покачать головой под Чайковского в машине с тремя подружками. Ну, это как-то... Нужен ремикс на Чайковского какой-то. Подожди. Танец, как он называется? Я забыл вот эту залупу. Щелкунчик, что-то там такое. Щелкунчик Чайковский. Я просто... Да я даже не знаю, как это говно называется, мне это не надо. Как это называется? Как именно это называется, я не помню. Блин, ремикс давайте ради прикола найдём. Какая-нибудь неоклассическая. Вот дабстеп ремикс есть. О. Ну вот. А, ну или это тоже нормально. Вот, с тёлочками едешь, качаешься. Отлично. А, это что? То же самое? Ну, блин, это не щелкунчик. Вот та штука называется как-то типа... Я, сука, я постоянно так. Мелодию помню, а там... Хрень не помню. Блин, чуваки, растут бананы высоко, как бы... Это... Вот вам, пожалуйста, Чайковский, под которым можно с тёлочками качаться. Я знаю, что ты хочешь, мой банан, детка. Но подумай, он тебе не по зубам, детка. Конфетка. Ну-ка, нет, малая, не тряси мою веку. Почему-то прикольно, да, звучит? Вот непонятно, сука. Вот вроде говно, вроде похоже на Моргенштерна. А почему-то, сука, ещё и классно звучит как-то. Как же, блядь, это так? Интересно. Почему? Как же, блядь, Моисей Великанов эту хуйню сделал? Откуда же он знает, блядь, как надо сделать? Наверное, потому что занимался, изучал, блядь. И Чайковского, и Хуёвского. Сложно, просто, типа, не подходит. Как я часто говорил, что есть пиво, вот, ну, типа, пиво. А есть пивной напиток, вот, для... Ну, это для педиков. Вот пиво, это, сука, вот... Балтика-девятка. В баньке попить. Вот это я уважаю. Девочек сладкий какой-то. Не, ну, гараж лимонный тоже можно иногда попить. Врать не буду, честно. Я все... Я всеядный в этом смысле. Пиво есть пиво, да, как говорится, блядь. Любое хорошо. Вот. Главное, в хорошей компании. Это просто... Это не взаимозаменяемо. Мужик, который пришел со смены с завода, он не будет брать себе грейпфрутовый вот этот вот... Да, он как нормальный мужик возьмет сиську же отецкого гуся или уболонь, блядь. Не, золотая бочка. Но там есть классическая и светлая, типа, где чуть-чуть меньше алкоголь. Вот оно такое помягче, короче. Но мужик возьмет где побольше алкоголя. Пиво есть пиво. Вот. Или это... Не знаю. Понятно, да, что как бы даже вот алкоголь, он как бы... Как будто не просто вкус, а вот прям даже какое-то настроение у разных напитков разное. То есть с блейзером у тебя сразу говнари Эмма ассоциируется. С пивом мужики с завода сразу ассоциируются. Да, там, с шампанским. Мамка твоя, короче, в Новый год у тебя ассоциируется. То есть думаешь, что высшее общество, а по факту как бы колхоз. Вот, например, вам Чайковский. А скажем... Егер-майстер. Вот это мне нравится. Вот это напиточек такой. Но он как микстура для некоторых. Понимаете? Или... Да я не знаю, вот реально. Вот это вот тоже тоже. Нужно вот быть... Вот я уважаю таких идейных извращенцев, которые как бы глубоко копаются. Да, которые как бы... И вот... Клубничные мохито с ромом могут попить. И пивка, ёбнуть! За Россию! Вот это как бы... Такие хамелеоны. Не знаю. Вот я такой, точно. Ямайский ром. Ром. Сука. Ром, да. Такой фруктовый. Брэнди ещё. Брэнди, если хороший. Вот это... Ой. А вот конина, это, ну, горьковато, допустим, да. Коньяк. Но, опять же, в хорошей компании можно и самогонь. Ах, самогон, кстати, даже получше некоторых спиртяжных коньяков в магазинах. Ой, я такой самогон пил как-то хороший вообще. Вы бы знали. Как слеза. Врага. Пивной напиток это для сокола. Но нет, для него пустая бутылка. Как стул. Напиточек. То есть он хочет, блядь, охоту. Да, мужик хочет прийти с завода, взять охоту и слушать новый альбом Maybe Baby. Тут крепко. Потому что, ну, оно, блядь, ну, пыро. Ну, должно быть, блядь, ну. Это бабская хуйня. Я мужик, блядь. Мне нужна охота, блядь. И футбол. Ну, это зависит от того, кто каким человеком себя чувствует, хочет быть, в какой роли социальной ему комфортно и какие паттерны чужого поведения ему нравятся. Да. Типа, ничего не имею против таких мужиков с завода. Получаю особое удовольствие от общения с такими людьми тоже иногда. Вот. Как плевое работать? Грейпфрутовый напиточек так не работает. Честно, даже вот эти мужички, они иногда интереснее, как личности. Они такие базюки обычно всегда. Ну, не всегда, но с кем я, по крайней мере, встречался. Чем, скажем, вот мне 17 лет, у меня вот такие круглые очки, я пью клубничный ситр и люблю кавку, но грефку я не люблю, а вот кавку люблю с мафлом. Такие больше раздражают. Псевдоглубокие. Это не та же самая, как бы, музыка, да и это, ну, какой-то музыкальный продукт, который нужен при сопровождении. Бля, это не то, что даже как guilty pleasure, это типа реально прикольно. Я вот понимаю в этом смысле, вот фанат группы Викон, вспомните его, вот он об этом говорит. Вот он поэтому, у него никнейм фанат группы Викон. То есть это даже, guilty pleasure, это когда тебе стыдно. Блядь, а мне не стыдно. Вот что самое ужасное. Мне вообще не стыдно за то, что я слушаю, абсолютно. У меня великолепный вкус. Врубаю просто ебанькой. У меня великолепный вкус на музыку. И Балтикой закинуться сейчас. Денег нет нихуя, денег нет нихуя, денег нет нихуя у меня. Денег нет нихуя, вот такая хуйня. Начинается песня моя. Денег нет нихуя. Ну, вы чё, ребят? Вообще. Да чё забейте. На тусовке. Вот типа того. Или. Так вот. Который нужен при сопровождении на тусовке. Вот типа того. Или для тиктока, чтобы танец танцевать. Ну да, да. Есть музыка, это называется прикладная. То есть музыка, которая кроме как просто какая-нибудь пределка к чему-нибудь, она не нужна. Музыка как фоновая музыка для фильма, фоновая музыка для видео, фоновая музыка для тусовки пьяной, фоновая музыка. То есть вот я прикладную музыку особо не люблю, не уважаю. Ну типа людей, которые слушают с удовольствием прикладную музыку, ну блин. Ну а я тоже, у меня плохой вкус ещё в чём-то в фильмах. Блять, там, одежде. Я ужасно одеваюсь. И люди, которые, ну, ценят красивую одежду, посмотрят на меня, скажут, боже, что за чмо. Им прям искренне, они будут правы. Я их не отрицаю. Но я посмотрю на ваш плейлист потом и скажу, боже, что за уёбище. Просто что ты за больное, что за чмо просто. То есть вот насколько я уродлив для некоторых людей, которым, скажем, важен красивый визуал одежды и так далее. Вот для меня ваши музыкальные вкусы вот уродливы втройне сильнее, поверьте. Но я же терплю. Так что и вы не выёбываетесь. Если вы вот так будете воспринимать, то у вас пропадёт вот эта вот конкуренция. Ещё такие маты ещё некоторым не нравятся. Ух, матюки. Мат не нравится. Знаю таких людей, кому мат не нравится. Ну, не, ну тоже их, я уважаю их право. Пусть уважают моё право носить чмошную одежду. Мне нравится. Я, мне нравится эта чмошная одежда. Я не хочу вот эту вот толстовку, как у Каллигана. Будь у меня даже куча денег. Да они у меня и есть, в принципе. Я могу себе позволить что-нибудь получше. Я не хочу. Блин, хочу рваную толстовку носить прям. Ну, Чайковским инстасамкой или там Моргенштерном. Как будто у людей в голове вот они ставят на одно место, что «Как это мой? Там Чайковский есть». Как можно это ставить на одно место? То есть такой как бы говнарь, как Чайковский, и такой серьёзный исполнитель, как инстасамка. То есть как бы подумайте, насколько продуманное произведение всё-таки «За деньги да», насколько это шедевр мирового искусства и насколько Чайковский там с чё там, с щелкунчиками своими, какие-то там, вальс цветов давайте. Вот чё за вальс цветов? А, этот, «Танец маленьких лебедей». Боже, вот смотрите. Инстасамка. «Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-п попасть но я типа не особо вокалист я так увлекаюсь немножко но как бы насрать короче это вот эти лебеди у тебя получается 3 ступень ту 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 сраное пивание типа что это вот это гениальный ход вы хотите сказать да это срань и потом повторение этой же конструкции просто тупо со сдвигом на ступень вправо ёбаный сыр гениальный чайковский или инстасам com по他们 бабам это вот в деталях все ходы во criança я вам ребят не могу вы можете что хотите думать я ровлю или не ровлю можете может быть и миру флюшил но по сути прям можно обосновать даже чайковский как бы мог до этого можно дойти как бы рано или поздно боже мой арпеджио невероятно красивая музыка боже он на пианино изобразил арфу как это какой же гений потрясающе блям 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 типа просто типа я доме доме дед ну да это до диез ля доме доме только очень быстро блин 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 ахуеть трезвучие мне по поэта поварировал вот это ты конечно чайковский гениальный композитор для мажор для мажор там что это не знаю может для бемоль мне насрать по сути блом 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 ты сидит душит просто какую-то графоманскую хрень которая написана была там в те годы чисто поразвлекать какое-то тогдашнее отребье по-моему ли обе боль минор все-таки фу мажор извиняюсь ля бемоль мажор сейчас даже вот откроем виртуальное пианино и глянем тут написано монах авель вальц цветов чайковский я не знаю тут тональность не написано то есть сейчас говно прогрузится я вам покажу типа нет все-таки ля мажор я правильно сказал сразу то есть вот он там обосраться ну типа вот я на полтона ошибаюсь иногда из-за того что на гитаре привык и флэт строю я привык что вот ми бемоль это ми потому что так на гитаре просто удобнее думается ну и плюс и плюс минус еще неважно на полтона вот так могу ошибиться но в целом я сразу сказал для то есть это удобно даже представлять что это ля мажор поэтому сидит на 1 трочит бас такой боже варьирует типа это говно реально это скучное говно а инстасанку ты врубаешь и просто ты если ты не успеваешь насладиться одной деталью а тебе уже следующее клёвое там звучит смотри вот врубил делаю что хочу а сука инстасанка круче чайковского просто ну просто поймите типа ну объективно и это именно но то что ты слушаешь инстасанку это не значит что у тебя хороший музыкальный вкус если ты слушаешь инстасанку как бы смотри что за пять минут только что с нуля накидал л стг да сейчас врубим 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 сейчас в нашей приватной конфе бусти мемы типа в тему скальганом у каждого человека свои вкусы ну я об этом и говорю типа к профилы как бы тоже могут так рассуждать но блять почему мы о них говорим вообще то есть типа я конечно уважаю права меньшинств но не настолько чтобы блять как вкусы к профилов воспринимаю как ну человека свой вкус типа это не свой вкус это залупа сейчас чё там больничка за пять минут с нуля накидал говорит вот подписчик моисея великанова слушаем но пока просто типа такое короче смотри че заполнил атмосфера создается но в целом ничего не происходит но зато звук хороший очень приятный это саундтрек классной игре мог бы быть вайбом средневековья к фильму по типу пираты карибского моря какая-то сцена драматичная джек мы не можем оставаться здесь ты должен отпустить черную жемчужину это мой корабль я не уйду с него во что бы то ни стало хотя я передумал мне насрать или нет типа то есть ты медленно вплываешь в бухту где висят трупы типа пока скелеты короче повешенных пиратов 100 да жуткое место не ну так это круто сделано это прям все его в атмосфера балдеж классно это круче джековского это не повод гордиться и это то есть еще раз как бы я хочу чтобы поняли то что инстасамка круче джековского это не значит что круче джековского и такой крутой это значит чайковский просто не такой крутой как о нем говорят и быть круче него ну можешь хвастаться тем что ты круче шамана то же самое то есть это не повод для гордости это нужно просто понимать что ну как бы насколько чайковский переоценен лицо кальгана просто вот ровно с таким же лицом поклонники классической музыки смотрят мои видосы если что вот вот ровно с таким выражением лица я понимаю это да тяжело признавать принимать и обидно когда понимаешь что все по факту правда там beatles какие-нибудь не ну еще одну говорю типа есть люди у которых есть вот эта глубина просто я могу некоторую глубину где-то не понимать средний поклонник классической музыки говнарь вообще жуткий то есть это вот типа как с инстасамкой средний поклонник инстасамки говнарь но есть люди которые могут понять не что-то просто и типа там на есть то что вот вообще говно прям музыка то есть в чем даже искать нечего и с этим все согласятся вообще все люди у которых есть наслушанность даже с разными восприятиями вот а какой-то вот там дурак моргенштерн он у него больше просмотров как будто моргенштерн победил битлов нет просто это разные разные ниши разные вещи и все никто ни с кем не соревнуется на самом деле если не юморить и не доводить это до абсурда то на самом деле чтобы у людей развивался вкус вы просто действительно должны видео называется почему у людей дерьмовый вкус что такое вкус и как формируется я понял почему у людей дерьмовый вкус ну потому что социум и не знаю хотя на самом деле не совсем понял если честно а что такое вкус как бы я тоже не совсем понял то есть как формируется тем что ты как бы формируешь его ну блин по сути суть видео такая была здесь блин ну нужно на слушанность нужно слушать много разного нужно я не знаю, как формируется музыкальный вкус. Ты приходишь на стрим к Моисею Великанову, например, просто сидишь на этом стриме, люди кидают разное музло, и ты пытаешься, например, понять особенности музыкального восприятия Моисея Великанова, если, конечно, Моисей Великанов тебе нравится. Но Моисей Великанов — это человек в любом случае с серьезной наслушанностью, может быть, не в ту сторону, в которую ты бы хотел, или как бы другому человеку. Но просто если ты, вот скажем, новичок, у тебя не знаю, ты хочешь зачем-нибудь углубить свой музыкальный вкус. Значит, нужно как бы либо углублять его, либо вот там можно ко мне прийти, мы все вместе тут сидим, копаемся, наслаждаемся от процесса этого всего. Такое общество ценителей. В видео с Высоцким, где я показывал про уникальный в кавычках строй гитары, там я приводил примеры и говорил, что, возможно, вы не слышите разницу. Ну, где там между натуральным строем и равно-темперированным, потому что у людей не хватает тонкости слуха. Это может быть, да, да. Может быть, что просто физическое какое-то ограничение, то есть не потому, что там умственное или еще какое-то, а запросто может быть, что человек физически не предрасположен к тому, чтобы микротона, например, вообще в принципе различать. и никакими даже техническими методами он не приобретет способность воспринимать что-то. Это может быть. Запросто, типа... Ну... Не знаю, что сказать. Если что, они всегда могут Чайковского послушать просто. Какие минимальные изменения. Ну и, соответственно, если у человека мало наслушанности, тонкости слуха и так далее, то он не слышит вот этот вот прикол. Он даже термины говорит. Наслушанность. Тонкость слуха. Вы понимаете, сука, что, ну, как бы, ну, присутствует все равно. Вот если несколько разных людей почему-то говорят что-то одно и то же, ну, может быть, если эти разные люди при этом действительно очевидно хороши и в плане музыки. То есть, ну, видно, что вот... Ну, нельзя поспорить с тем, что... Вот с какими-то вещами. Тебе может нравится или не нравится музыка там Джона Каллигана, но нельзя поспорить, что это там человек, делающий канал на тему музыки, и у него там 200 тысяч, типа, как минимум последователей, не знаю, подписчиков, да? И плюс о нем положительно высказываются другие, например, я, да? Типа, тоже, типа, чуваки, которые именно занимаются, просто хотя бы даже долго очень и серьезно занимаются и копаются и могут это расписать, показать, доказать и пояснить. Ну, наверное, если... Вот очевидно такие авторитетные разные чуваки говорят одно и то же все, то есть, например, если и я, и фред-гитарист, и Джон Каллиган, и еще кто-нибудь, вот если вот все одно и то же сказали, мы можем там, например, кто-то скажет, Никельбек балдеж, кто-то скажет, Никельбек говно. Это, ну, там, относительно спорный момент. Там вот в чем-то да, в чем-то нет. Но вот бывает, что полное говно. Вот если все сказали, что полное говно, ну, значит, это реально объективный факт, что это полное говно. Вот такая история. Так вот, на самом деле, про инстасамку. Инстасамка, конечно, скорее, это все-таки полное говно, если так без шуток. И, типа, я уважаю взгляд серьезных людей, которые говорят, что инстасамка — это полное говно. И они правы в том, что в основном инстасамку слушают люди, не отличающие полное говно от чего-то крутого. Но при этом я просто, ну, как бы, на пост-ироничах таких, и даже не на пост-ироничах, а именно на скилле, показываю, что «Да как бы ни хера!» Типа инстасамка, конечно, говно, но, например, Чайковский гораздо хуже. То есть просто тут пример у Каллигана такой, ну, на мой взгляд, неудачный. Потому что Чайковский душнарь вообще абсолютно неинтересный. Классическое, там, может быть, музыки. И это все без Гнесинки. Да Гнесинка, господи! Кого вообще Гнесинка научила хоть чему-то? Пусть для начала гитарист, преподаватель гитары Гнесинки научится играть гамму на электрогитаре. Тогда, как бы, будем вообще, в принципе, всерьез вообще называть это, это, блядь, название. Классическое образование в России и в постсоветском пространстве это, это ад и Израиль, бессмыслица и просто кал. Я не знаю. Только если человек искренне получает удовольствие, только в этом случае ему есть смысл этим заниматься. Если, там, дитятка ходит в музыкалку и говорит, мам, это говно, можно я не буду заканчивать? Надо дитятку просто сразу говорить, да, конечно, вот давай лучше тебе электрогитару купим, занимайся вот сам, чем хочешь. А если дитятка говорит, мама, я очень хочу музыкалку, я хочу поступить в консерваторию, ну, значит, пусть поступает, если очень хочет. Но иногда, сука, вот у меня есть знакомая, вот она такая, типа, я вот хотел, ну, вы ее знаете, неопознанный силуэт, мы просто, короче, говорит, вот хотелось бы вот развиваться в плане музыки, то есть тоже углубляться в какие-то новые степи, там, в плане вокала. Вот я поступила, значит, тут у нас в Сочи, в какое-то, значит, заведение, и просто понимаю, что меня долбоебы учат говну. Она это сказала не так, но я, как бы, сформулирую вам, вот, чтобы наиболее было понятно. Имела в виду она именно это. То есть, люди с каким-то тупым вообще абсолютно взглядом на музыку, них я равнее не понимающие, изменяют в ее, например, вокале то, что клево в ее вокале, то, что работает, то, что она лучше них понимает. И они пытаются это убрать, потому что с их точки зрения это как бы лажа. Это преподаватели в таких заведениях. Преподаватели. Не просто слушатель классической музыки, не просто ученик консерватории, блядь, преподаватели. Это бездарные люди абсолютно. У них вот узкий, тупейший вообще, абсолютно при этом бесполезный взгляд, который, я не знаю, это как вот это их хобби. Но они считают, что у них серьезный вкус, а у всех остальных говно. В среднем классические музыканты так считают. Хотя это то же самое, как ездить на лошади верхом и из-за этого считать, причем ездить всегда так, в повседневной жизни, и считать, что те, кто ездит на Ламборгини, это вообще говно. Те, кто на мотоцикле, ну чё это, дураки что ли какие-то? Вот примерно то же самое. Вообще не умея водить машину при этом, критиковать, что это говно все полное, типа, и так далее. А я как бы, я могу прокатиться на лошади, я могу сделать классическое произведение, если захочу. Ключевое, если захочу, но мне нахер не надо. Это, типа, долго, муторно, и все равно фигня. Не потому, что я плохое сделаю, я сделаю прям качественное классическое произведение с точки зрения ценителей классической музыки. Я могу это сделать, я способен бахнуть такую херню. Вспомните хотя бы еще раз, по приколу, это, конечно, нельзя считать классическим произведением, но, типа, это оркестровка для группы Говнида, которую я сделал на основе песни Дристающий ангел. То есть, просто, как это звучит, я это сделал на компьютере просто кнопочками, вот так, типа, ну, извиняюсь, не просто кнопочками, кнопочками и умищем своим невероятным, типа, то есть, это нельзя прям сказать, что это классическое произведение, это скорее как саундтрек к фильму или что-то такое. Ну, типа, сейчас, где-то, Я это могу сделать. Ну, здесь простоватая форма, потому что это саундтрек, по сути. Я могу и говно рандомное наиграть, если надо. Разучить, и сам сделать, сочинить, все что угодно. Просто я не хочу это делать. Тогда захотелось, потому что это суперэпично такой. И Дерьмиор великолепный явился прямо из зада, чтобы заставить смертных слушать металл! Все, просто, мне на смех пробивает, я прямо, я сделал, мне нравилось. то есть там, хор, все, пожалуйста, любое дерьмо. так, 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 короче, и свести, и саранжировать, вообще, ну, типа, любой друг. А, чуваки, классические музыканты, ты им попробуй просто, вот, дать гитаристу, классическому гитару, включить перегруз, и сказать, можешь смех, сантин спирит, просто бахнуть, он не может, он реально не может, блядь, он не слышит, что не так, такой, он не понимает эту музыку, и джазисты тоже так же, в среднем, не всегда, есть исключения, восхищаюсь такими людьми, дай им бог здоровья. Такой высоко, высокоинтеллектуальный, но эти люди, кстати, джазисты, которые шарят, скажем, в ракешнике, и в современной музыке, вот, во всех вот этих вот деталях, и классические музыканты, которые тоже, типа, прям, нормально понимают разные другие жанры, они вам почти все скажут, что да, да, то есть они как, либо скажут, ну, в России точно да, в России это говно, либо скажут, да, вот, я вот, типа, просто интересовался, вот остальные, вообще, с кем я учился, это просто вообще овощи, вот реально, я вам клянусь, я с кем не общался, из-за таких вот, именно, мульти-чуваков, которые и то понимают, и это, вот они, либо так говорят, ну, либо пишут, кудах-так-так, кукарику там, в комментариях, и потом ты открываешь их канал, смотришь, что они делают в качестве музыки, это, я не знаю, типа, это жопу подтереть, типа, не годится, не слышит прикол. То есть просто вот, в толчке в Бургер Кинге, музыка интереснее, чем то, что они делают. Он не понимает, на что обращать внимание, для него это набор звуков, для него это вот так звучит, как, ну, как ему от этого кайфовать? И вы хотите заставить... Я извиняюсь, про что он... Сейчас давайте чуть-чуть прослушаем, а то я заболтался с вами. Потому что у людей не хватает тонкости слуха, услышать такие минимальные изменения. Ну и, соответственно, если у человека мало наслушанности, тонкости... То для него, да, более серьезная музыка, просто, она слишком грузит ему мозг. Она... Ну, типа... Ну, короче, да, это как вот мышцы, неразработанные. То есть, как вот приходит новичок в спортзал, он не может поднять 90 килограмм, у него все болит, ему... Он страдает, когда пытается это сделать. Ему хуже становится от этого. Он должен сперва 20... Я не знаю, типа штангу, или вот эту вот хрень, знаете, которую надо тянуть, и здесь, типа, поставить килограммы вот так. 40. Уже не очень, да? То есть, это постепенно, это надо разрабатывать, понимаете, как очко. Вот свой музыкальный вкус надо вот... Типа, ты сперва слушаешь... Так вот, Нерванку, чуть-чуть, так хорошо, так, потом... Ну, Самгарден или Сенчейнс, так, уже получше, ага, там, потом еще дальше куда-то, значит, хорошо, начинаешь слушать русский рэп, западный рэп надо послушать тоже, так, что-то посолиднее, так, вот здесь уже вот ты... Давай, так вот, куда-то поглубже, так, Стоунер там какой-нибудь, ага, да, значит, Сладж, хотя бы какой-нибудь попсовый, Black Metal, Dead Metal, Dark Metal, короче, так, ага, вот, уже что-то начинает появляться, начинает понимать, что это человек, да, так, хорошо, теперь вот, как-то вот, ной зрок, давай ной з поп попробуем, так, Медвестема, так, ага, вот, молодец, хорошо, так, давай отдохни немного, это он послушал, значит, любимку, вот так вот, за это время пострелять, между нами, так, дальше, давай, давай вот так вот, братуха, давай какой-нибудь, чуть посолиднее, дальше начинаем, там, Genesis, прогрок какой-нибудь пошел, да, хорошо, так, вот, ты уже понял, да, что вот это плохой прогрок, например, типа, это говно, да, вот, Genesis, это заебись, хорошо, отлично, уже лучше, все, так, можно там, пантерочку какую-нибудь, где-нибудь, вот так вот сбоку, чисто почесаться, блюзец какой-нибудь, блюзрок, хорошо, так, отлично, прекрасно, да, фолк, фолк-рок, фолк-метал, так, хорошо, атмосферик фолк, так, так, смеси фолка с блэком, с дэтом, молодец, и вот так, сука, ты копаешься, копаешься, и рано или поздно ты заканчиваешь тем, что просто слушаешь этот самый еврейский хор, стримишь, и угораешь жестко, сейчас я найду вам вот это, до этого надо дойти, до этого надо идти, Сука И всё Короче Вот так как-то Можно и закончить Нет, заканчивать не надо никогда Он не слышит вот этот вот прикол Классической там может быть музыки Или какой-то любой другой Я не еврей, если что, ребята Вообще Моисей Великанов это псевдоним Я как бы Единственный, наверное, в мире Не еврей, который просто уже на протяжении Шести лет, сколько я стримлю под этим псевдонимом Сталкивается, сука, с антисемитизмом Постоянным Я, когда брал имя Моисей Тебе в качестве псевдонима Это потому, что у меня было Рафляное рэперское имя Никнейм Типа МС Великан И МС просто, сука, похоже на Моисей Я вообще Я даже не знал, что это Еврейское имя Типа Я знал осла из мультика Алёша Попович Вот А потом оказалось, что Блядь Сука И читаешь, короче Всё время какие-то Рофлы на эту тему Я не еврей вообще У меня только русские и украинцы в роду Нету Честно Если кто-то Общался Со мной Там Лёха Романовский Борис Балыков Фрэн Гитарист Типа Если вы приняли меня за своего Извините Это Была наёбка Но с другой стороны Раз я Раз я так хорош в этом То может быть Извините Пожалуйста Чат Это ужасная шутка Не, ну я правда не еврей Ну просто смешно У меня много евреев знакомых Типа В кругу общения Ну Блядь Получается так Как это почему-то Не знаю Может Ну Мне иногда немного по себе Я такой Ну Может реально они думают Что я свой Это на русском Юрий называют Мой Ну Моша Мойша Там да Вот это всё Да шалом Шалом Кореш Как бы Да Какой я еврей Я по субботам Стримлю каждый раз Юра Шильмана Блядь Не, не Просто Мне кто-то скинул Хор Я такой Вау Реально клёво Прям слушаешь Классно звучит Просто Не еврей Но красный Как томат Да Ну потому что Как бы учусь У лучших Я вам серьёзно Говорю народ Типа Не ненавидьте Евреев Повторяйте за ними Лучше Короче Они Базюки Это Нация Базюков То есть Типа У них Короче Просто Некоторые Обычаи Даже исторически Просто Очень грамотные Да и вообще Короче Много у кого У многих Народов Или Культур Есть Как бы Очень Грамотные Приколы В плане Мировоззрения Которые у них Как норма Социума Которая Ну типа Никак не воспринимается В другой культуре А оказывается Что это гениально И типа Надо вот Это очень интересно Изучать То есть Типа Там Те же евреи Не просто так В субботу не работают По моему То есть Шаббат У них Какой-то вот Типа Даже есть в итоге Там исследования Которые показывают Что в этом есть Реальная Практическая польза И И не знаю Там На психологию Как-то положительно Влияет Или то что Скажем Ну В исламе Принято Там Одной рукой Здороваться Другую руку Использовать Для других вещей Типа Одна чистая Всегда Другая Грязная То есть Не везде Это Строго Но Это даже Разумно В чем-то Понимаете И вот короче Вот эти вот приколы В культурах разных Их надо Вот то что То что разумно Надо использовать То что Отстой Надо Не использовать Вот и все Потому что Бекон Это слишком вкусно Чтобы от него Отказываться Невероятно Как бы Он вреден Да Ну и что Теперь Не кушать Бекон Что ли Бекон Я за бекон Чат весь Продам Высокоинтеллектуальный Он просто Не слышит Прикол Он не Ну не понимает На что Обращать внимание Для него Это Средний Айкю Опять же Это Это может быть Связано Даже Не с генетикой А с социальными Приколами На мой взгляд Возможно Вот говорю Я не эксперт В этих вопросах И здесь я могу Позориться Но Ну типа Интеллект же Можно сука Развить Типа Даже у Отсталого человека Есть какие-то Упражнения Которые Как-то его Там Развивают Типа Не всех Это нелегко Иногда Кого-то сложно Довести до Нормы Но вообще На самом деле Интеллект Особо не нужен То есть Айкю Это Интеллект Он Не сильно полезен В жизни Нужны другие Качества Другие качества Точно Некоторые качества Можно развить Прекрасно Боже На бусте Я не знаю Как мы сейчас Пойдем Сегодня Но это надо Социальные приколы Прилежут к генетике Иногда Да Иногда Нет Иногда Мне кажется Что Тут Причинно-следственная связь Неоднозначная Мне кажется Иногда Социальные приколы Могут влиять На генетику Как бы Потому что В определенном Социуме Давай банально Просто Банальный пример Есть другие примеры Гораздо более Быстро работающие Но логичные То есть что Или там Не социум А скажем Среда Обитания Может влиять На На генетику И на социум И все это влияет Взаимно друг на друга Например Кочевые племена Азиатов Либо Жрут Мясо Либо Сдыхают Те у кого Не переваривается Лактоза Просто мертвы Поэтому Любой азиат Восприимчив К лактозе И он может Там Пить молоко И он употребляет Животных в пищу И генетически Как бы На сегодняшний день С каких-то времен С тех времен Когда первые люди Пришли туда Сохранились только Те у кого есть Переносимость Этого Блюда Потому что Ты либо его ешь Либо ты просто Ничего не ешь И умираешь Ну и там Не знаю Потомство не оставляешь То есть вот так Например Среда обитания Может влиять Ну и опять же При этом у них Молоко Может из-за этого Стать чем-то Там священным Не знаю Какое-нибудь животное Может боготвориться Потому что оно Вот там Постоянно выручает В определенной среде Поэтому скажем Где-то корова святая А где-то Собака домашнее животное А где-то это еда Это зависит Вот там От Социума Бла-бла-бла-бла-бла-бла И при этом Это тоже И на генетику Влияет Таким образом Что например Из-за определенного Социума Некоторые люди Не размножаются И соответственно Их генетика Становится Реже встречающейся А некоторые Наоборот Плодятся Как кролики И соответственно Если им в определенной Среде было комфортно Этим заниматься То Как бы Их Геном Становится более популярным И поэтому Да Поэтому вот Видимо Евреям нужно было Быть умными Чтобы дожить До сегодняшних дней Поэтому у них Средний IQ выше Например Ну получается Значит еще Тирам Что надо Каллигана Донатить Не по 500 рублей Это больничка Правда Сделал Спасибо больничке В любом случае Ну блин Ну тема интересная Пиздец Я виноват Вот как бы Вот Поэтому Вы спрашиваете Почему у меня Скажем 5000 подписчиков Или 6 А У Каллигана 200 тысяч Каллиган В 9 минут Уже уложил Интересную мысль И вот так ее подал Я Бля Я за 2 часа Вам не могу Все рассказать Что хочу Мне интересно Если уж Сука Мы копаем Если уж Мы обсуждаем Мы глубоко копаем Поэтому да У меня мало людей Зато какие Но типа С другой стороны Проблема с масштабированием Как мне Как мне Вот это все Уложить Сука В 9 минут Как эту Невероятно Интересную тему Можно сократить Ну вы че Набор звуков Для него Это вот так звучит Как Ну как ему От этого кайфовать И Вы хотите Заставить Типа Работяка С завода Сесть за учебниками Нет Не хотим 34 года 40 лет Они уже там Вылили на 65 И они что Вам Я единственное Что бы хотел Чтобы люди Не стеснялись Вообще В принципе Ничего Во-первых Во-вторых Ну типа Не заблуждались То есть Я бы не хотел Чтобы люди Которые слушают Классическую музыку Думали Будто бы они Там У них хороший музыкальный вкус Обязательно Точно Точно Конечно И будто у них Серьезная Наслушанность Относительно Вообще Кого-то Хотя бы Я бы не хотел Чтобы люди Которые Слушают Не знаю Сашу Капустину И Шамана Вообще В принципе Ну типа Считали Что они Ну то есть Вы Если вам нравится Говно В этом нет Ничего Настолько стыдного Как вам кажется Просто ну Признайте Что ну Да Это говно Но мне нравится Вот я бы так Хотел В идеале То есть Меня раздражает Когда Какое-то Абсолютно Безграмотное Бездарное чмо Заходит ко мне В комменты И начинает писать Ой А сам-то Ты чего добился Типа Там вот такое Блять Господи Блять Ну Ну серьезно Ну прям Мне Мне больно Смотреть на это Ну какой же Вот Вот Ты меня Оттуда Спрашиваешь Чего я добился Серьезно Вот Типа У тебя Настолько Не хватает Извилин Ты вот Ты настолько Не понимаешь Как Боже Бедный человек Ну вот Вот у меня такие Эмоции Я бы хотел Помочь Ну чуть-чуть Глаза протереть Там уши Прочистить Людям Не знаю Вот тип того Вам будут Полтона Тона Учить Центы Чтобы Что Зачем Почему Что вы думаете На этот счет Напишите Комментарии Я с удовольствием Почитаю Забаниваясь Зашел там Молодой Ты еще Глупый Ебать Это ты Старый Дурак Я Блять Молодой И самый умный То есть Я Безумно умный Так я еще и молодой Кстати когда мне пишут Допустим Что я школьник Чуваки Мне 26 Спасибо за комплимент За Просто Я Мне приятно Правда Читать что я выгляжу Как Ну типа Настолько молода Я Ну стараюсь Чуть-чуть в этом смысле Так Ну Что-то делать Там по мелочи для этого Но Как бы Я реально Я это воспринимаю Вот прям Мне пишут Пиздюк вонючий Что ты там гонишь Я такой Блин Пиздюк Спасибо Реально Приятно Или когда паспорт Спрашивают в магазине Вот мне Одинаково приятно Когда у меня Спрашивают в магазине Паспорт Я говорю Ребят вы че Какой паспорт У меня залысенный На пол головы Типа ну Вы че вообще Типа Спасибо большое Приятно Паспорт Я такой достаю У меня прям Таять начинаю В улыбке расплываюсь И такая же эмоция Когда мне какой-нибудь дурак Пишет Типа Ах ты Малолетний дебил Вообще Ни хрена не понимаю Я такой Малолетний Типа знаете Как там В тиктоке Тоже мемы такие были Что Эй ты Охуенная сучка Быстро тащи свою Жопу Ко мне на хату Пишет парень Девушки Девушка Он назвал меня Охуенной Типа Вот короче Что-то такое Молодой лишь С панамкой Ну Я может быть Потому ее и надел Что я без нее Выгляжу просто Вообще Как чудовище Которое Невозможно причесать Нет Типа Ну Я как бы Вполне Доволен В этом смысле Собой Ну Типа Вот на стриме Как-то Что-то Я не знаю Это Реально Не причесывается Даже Вот эта вот Срань у меня Которая Здесь Вот А пересадки волос Я считаю Для педиков Поэтому Не хочу Этим заниматься Типа Я не комплексую Мне нравится Но просто Ну короче Не то что нравится Сейчас попробую вам объяснить Я не комплексую По поводу того Что у меня на башке происходит Но я понимаю Что вот так Симпатичнее Я не стесняюсь Просто Блядь Так Так лучше же Ну так А хули бы мне Не надеть шляпу Если вам будет Так приятнее Я вас радую Дорогие зрители Ради вас Надеваю Из уважения К любимым подписчикам Кост собрать Я буду Как программист Мне будет 40 Тогда наоборот Смотри Кто-то собрал Вот эти вот Залысин Вот так вот Все Мне вот 40-летний Программист Айтишник Просто Смотри Вот Ебать Еще вот Эта хрень Здесь Ну как тебе Роберт Делео Пиздец Просто Лобешник Ежесармат Оценил бы Да мне кажется Книжарка красный Как рак Я не знаю Че я красный 22,7 кабине У меня Кондер прекрасно работает Но Но это называется Как бы Глупые волосы Из умной головы Уходят А так Прям смотри Школец сидит Ну Слушайте Молодость Всегда Привлекательна Просто Ну мнение Интересное Да хотя Сидим Каллигана Смотрим Каллиган же Еще по-моему Старше меня Напишите Так что Просто красавчик Сидит Просто мнение Интересное Действительно Я почитал Подписывайтесь На канал Ставьте ваши пальцы Вверх Всем спасибо За просмотр Пока Вот Цифальный индекс Интеллектуальный потенциал Высокий Ну я Если честно В этом смысле Поддерживаю Донесенную Донесенную Концепцию До меня Через Хованского Концепцию Угла Из группы Оргазм Нострадамус Типа Якобы И Хованского Уважаю Достаточно сильно И типа Оргазм Нострадамуса Тоже Балдежная тема Осознанная Деградация То есть Ты понимаешь Что для того Самое главное В жизни Это счастье И очень сложно Испытывать счастье В этом мире Если ты не тупой А если ты тупой Тебе все становится Как бы весело По кайфу Наслаждение То есть Ты вот врубаешь Там инстасамку Если ты достаточно Отупел То ты можешь Просто вот Реально насладиться Этим И вот я выбираю Эту концепцию Я считаю Я слишком умный Для Ютюба Вообще Для Там Для этого мира Ну типа Для того Что мне интересно Для людей С которыми Мне нравится Общаться Для того Чтобы Получать удовольствие Наслаждение Я чрезмерно Умный Излишне Я стараюсь Как можно тупее Быть Стать Казаться Иногда Не получается Иногда Как в сегодняшнем видео Сижу просто Ну надо совмещать Я считаю Должно быть Я крутой В этом смысле Я могу Тупыми словами Общаться На быдлячьи темы И загнуть Такую телегу Что вообще Вы все Обосрётесь С подливой Жидко Прям в штаны Говно потечёт По ноге Струява такая Вонючая Типа Смердявая А? Пердёж из жопы Нравится вам Ребят? Кал Говно Но при этом Мне правда нравится Шутки про жопу Там всякие Тупые анекдоты Вот твоя Панама Когда новый Альбом Говниды Когда захочу Либо когда Мне за это Очень много Заплатят Либо когда У меня будет Очень много Денег И я смогу Позволить Себе его Сделать Это ответ Не только На вопрос Когда новый Альбом Говниды Это ответ На все Вопросы Которые Начинаются С Когда Когда Перестанешь Стримить Когда Стримим В АПД Когда Новая песня Вот этого Исполнителя Когда Начнешь Одеваться Блять Нормально Когда Еще что-то Блять Да вот Когда захочу Либо когда Мне это будет Выгодно Либо когда Я смогу Себе это Позволить Что-то Из этого Что именно Ну и по-разному Что-то я Позволить себе Пока не могу Что-то Я не хочу Мне это На хуй не надо А что-то Типа Требует Бабла И все Что просто Мне заплатили За это И тогда Мне будет Не впадло Этим заниматься Говнида Когда захочу Пока не хочу Ну типа Даже нет Тут Тут все вместе Я хочу Прям альбом Сделать Наверное Третий альбом Будет альбом Но это сейчас Планы Это планы Я не обещаю Я сейчас Себе В данную секунду Так представляю Себе это в голове Мы сейчас Собираем Живой состав Группы Говнида Я хочу Собрать Живой состав Делаем Все Весь старый Материал С живым Составом Делаем Какое-нибудь Студио Лайв Концерты Еще что-то И потом С живым С живым С живым Новый Альбом Прям Сразу Альбом Обычно Я не делаю Альбомами Я выпускаю Синглами Все песни И собираю В сборник Просто И альбомы Нет альбомов Говнида Это два сборника По сути Вот Теперь сделаем Альбом Ну с него будет Пара синглов Тройка И так далее И вот для этого Сука Нужно Время Деньги Ну и все Время И деньги А сам я Самому У меня желания Сейчас нет Например делать Есть наработки Уже для говниды Есть идея Для песни Сын говна Преданный Сын Своего Отца Вот такая будет Сын говна Будет еще есть Воинственный говнарь Про тех Кто в комментах Просто пишет мне Когда я их Любимую группу Обидел Воинственный Говнарь Ты его Не сможешь Одолеть Заметал Готов Он умереть Посвящается Поклонникам Группы Черный кофе Нет Не сын своего Говна Сын говна Просто Ну потому что Это ругательство В играх Такое есть Пожухлый мир Может быть Но не обещаю Вот сын говна Должно быть Точно И этот Воинственный говнарь Еще будет Альбом говнида И песня говнида Обязательно Еще будет Это Что там Все заспойлерю Ну типа Наработки просто Я их так все Показывал Будет еще песня Карий дракар Вышел из бухты Моей Но затонул В пучине Бездушных морей Карий дракар Я считаю Прекрасно А еще будет песня Проснись Ведь ты обосрался Ну там реально У меня Заготовок Типа Этих Набросков Каких-то Просто Это надо будет Доделать Когда-то Пока впадло У меня их дохера Я хочу это с группой Уже делать Представьте Сын говно Там прекрасный Альбом будет Охуительный Просто Когда он выйдет Это и старые Какие-то Недоделанные И новые Появятся Что-то Еще что-то Можно сделать Чемоданчик Князя тьмы Была идея для песни Чемоданчик Князя тьмы Это было На стриме Каком-то Типа Никто Никто Не понимает Почему Князь тьмы Сидит За таким Длинным Столом И Почему Куда бы он Не пошел Чемоданчик Всегда При нем Нет Чемодан С ковном Типа Князь тьмы Я не буду Имена Называть На всякий случай Но просто Помните Была эта Телега Про то что Короче Про Сранье в чемодан Я хочу Обыграть В песне Двойник Князя тьмы Нет Тройник Князя тьмы Вот можно Прям целый альбом По этой тематике Бахать Но это должно быть Обязательно Именно вот Двусмысленно Без прямых намеков То есть вот Это будет Самое смешное То есть чтобы Это Чтобы Даже без Очевидных Отсылок Оно все равно Звучало Как целостная Прикольная История То есть вот Как хэви метал Для вечной жизни Срак Понятно что Прикол этой песни В отсылках К Сергею Соколу Но Она и так Типа нормально Слушается То есть там И так оно Как будто история Такая интересная Типа Славно бились За металл герои Враг их одолел Смерть замахнулась Косою Но явился Люцифер И сказал За храбрость В этой драке Жизнь я вечную Вам дал Но чтобы были живы Ваши сраки Вы должны играть Метал И с тех пор Мы играем Хэви метал Как там дальше было И повержен Навеки враг И с тех пор Мы играем Хэви метал Хэви метал Твой для вечной жизни Срак То есть И как бы получается Что в этой фразе Есть смысл То есть Что они играют Хэви метал Чтобы их сраки Жили вечно Буквально Типа То есть Я наделил эту фразу Смыслом И при этом Эта фраза Остается просто Мисс Хёрдом Из песни Сергея Сокова И к нему Есть отсылки Дальше Что злобный маг На это разозлился Силу хотел забрать Обернулся соколом Он птицей И спустился Нас клевать Но металл Качает наши руки А зад качает небеса Отсылка к бессмертному металлу И теперь он обречен На муки На разрывание ануса То есть Как бы можно И не знать сокола Это все равно Прикольная история Но если знать То это вообще уморительно Вот я хочу так же сделать Мне вот это нравится Прямо Такая двусмысленность Нет Вот правда Чемоданчик Князь детьмы Это смешно Потому что это Ну такая легенда Как минимум Реально была А говнида Все таки Это как бы Сборник легенд Такой Каждая песня Это легенда Как король и шут Только Как бы это смешно Не было Не для говнарей Говнида Говнида Это не для говнарей Максимально Это для серьезных людей Желтый дождь Я не знаю Я хочу Чтоб название песен Можно было читать Просто и уже смешно Абоссан и Грааль Сожми кольцо Сожми кольцо Бля Я как это Чувак Мне Что-то такое Накинул Какой-то текст Наподобие Что-то там Да-да-да Сожми кольцо Это подписчик придумал Он мне как это Скинул Такой Блядь Сожми кольцо Некоторые Некоторые названия Это подписчики придумали Ну типа Я потом доработал Конечно Все как следует Но типа Сожми кольцо Желтый дождь Дворец Князь Тьмы Кстати Колесница бомжей Придумал Дима Басистом Вейпеда Ну вот Мое Это Дристающий ангел Это Это только я Мог придумать Ночной петух Тоже И металлический металл Ну смертельный бой Насмерть Это конечно Почерк маэстро Его не перепутаешь Ни с чем То есть если два Одинаковых слова Это значит я придумал Или три То есть там Ванильная ваниль И Джол Это Ночная ночь Вечерний вечер Вот Это Это Почерк маэстро Можно не сомневаться Можно сделать так Чтобы металлист услышал Вот Это вообще высшее Мастерство Вот Песня Сожми кольцо В принципе Мне кажется Вот я там Приблизился к этому То есть Ее реально Можно Понять Ну Не понять Иронию Ну типа Мне кажется Это очень тяжело Но вот там Это хотя бы возможно То есть там Как бы вообще Нет никаких таких слов Чтобы Ну То есть Вот это прям Мне кажется Самое смешное То есть Когда ты Говоришь прямым языком Жопа Из жопы Выходит говно Ну это тоже Классно Забавно Но это не так прикольно Как типа Темная сила Выходит Из Мрачной Пещеры И Нужно Сжать кольцо Чтобы не дать Пройти врагам Не знаю Вот это прям Пиздец Уморительное Просто Это Вот Вот это уже Искусство Высокое Да Типа В твоем кольце Спрятана Древняя сила Удержать ее Нелегко И Если судьба Как бы Ты вступаешь судьбой Наперекор Сожми кольцо И оно Придаст В нем Спрятана Древняя сила Если слышишь Врагов за спиной Сожми кольцо Вот это Это искусство Высокое А не Чайковский Ваш Ебоманный Все Хватит Реально Все Просто хватит Спасибо большое Больничка За донат Едем дальше Вашим Спасибо за субтитры